Для тех, кто в записи смотрит, это глобальная 15-я часть, кажется, 15-я часть трансляции Dark Souls, игра уже пройдена со смертями, и вот пятая часть трансляции игры без смертей. На кону глобально 1000 евро, я должен в 70 попыток игру все-таки пройти без смертей, в данный момент идет пятая попытка, если мне память не изменяет. И еще активные товарищи из чата вчера вечером накинули дополнительных челленджей из серии «Если ты убьешь одного босса, будет еще 200 евро», «Если ты пройдешь игру в этом Трай, Бенбард 500 баксов дает», «Еще сверху 6900 в рублевом эквиваленте от других пользователей». Короче, очень дорога моя жизнь и крайне невыгодна смерть, поэтому сегодня я буду стараться использовать, во-первых, предыдущий опыт, страховаться, чтобы, по крайней мере, дойти до того же момента, где я умер в прошлый раз. Поехали. Привет, Noizeman, привет в чатике всем. А, я еще исправил, точнее, во-первых, в отличие от прошлой трансляции, поставили курсор лог, а теперь курсор должен держаться внутри. Во-вторых, сегодня вышел на игру патч, который должен был убрать фризы возникающие, оказывается, не только моя проблема. Плюс, я посмотрел, нет, к сожалению, хоткеев на 5 разных предметов, но я сделал на единичку дублирование переключения, чтобы можно было четче, а не колесиком переключать предметы внизу. То есть, это привыкнуть и будет, я думаю, значительно удобнее, потому что все-таки, когда вы колесиком на мышке скролите, там не всегда ты четко попадаешь, например, в 2-3 клика. А если промахиваешься, то тебе придется еще делать 4 клика, чтобы вернуться в эту же позицию. А единичкой просто переключаешь и все. Я тебя сомневаюсь, что можешь заигнорить мой совет в игре множество возможностей, которые пока я не изучил, и хочешь изучать твое желание. Ты про меч. У меча, который я порекомендовал, который является топовым в PvP, одноручным оружием, есть одна проблема. Он... нужно мне качать силу, для того, чтобы выйти на нормальный урон с этого меча. В силе нет ничего плохого. Сила позволит взять более толковые щиты, в частности, но мне тогда придется убирать стамину, скорее всего. Или живучесть. Ну, не хп-то точно. Так, мы возвращаемся в... Я в часовне очищения остановился, да? Только-только убил гиганта. Ай, и сейчас мы идем к диаконам. Выходит, правильно? Похоже так. Что у нас есть? Бомбы выкидываем, слишком много... ну, много места занимает. Есть смола. Шорткат один открыт, второй я, в принципе, не открываю. Щит. Меч на плюс 4 наточенный. Кажется, не хватает. Пары больших осколовков Титанита. Сет. Пока что руки-ноги, только катаринские. Могу вытянуть доспех. И шляпа один северный, другой падшего рыцаря. Москве в кольцо на милишника зеленая на выносливость. Эстусовская змея на экспу. И поглощение урона при низком уровне здоровья. Тоже на замену кольцов в перспективе. Пока побежали. Сейчас очень аккуратненько, тем более, что это самое-самое начало, можно сказать, в трансляции. Я разок, а может и даже не разок, умирал самым началем. Так что лучше разыграться. А, если зажать на первый предмет. Да, да, да. Если зажать единицу, то он всегда будет на эстусе. Ну, в данном случае, по умолчанию, на первом предмет. Хорошая тема, кстати. Потому что скролл ты тоже зажать не можешь. На мышке которой, по умолчанию. Так, великанам мы этого приговорили. О, привет, понеслась. Да, да, да. Я надеюсь, я успел к традиционному глуфу в начале трансляции. Гад ты. Вот что я тебе могу сказать. Просто гад. Спускаемся еще ниже. Не хочу я падать вниз. Там потерят довольно большое количество хп. Плюс есть же альтернативный способ вернуться. Правда, здесь заподняю. Не уверен, что рыцарь будет ходить. Так. Рыцарь ходит. Это не круто, конечно. Ну, ладно. Попробую скипнуть их. И все. Иду в сторону второго великана. Идет все-таки. Надо принимать на блок. Щит хороший. Так, здесь у нас, насколько я помню, много мелких. Желательно с угольной смолой их уничтожить сперва. И потом завалить великанами. Так, я иду вот сюда вот. Они сами сюда подойдут все. Воу-воу-воу. На одного пока тратиться не хочется. Где там остальные-то? Слизняки. Ползут, ползут. Еще как подползут, я уже... А, давай сразу. Ой, допрыгнул. Ого, добро. Ой. Уворачиваюсь, держусь рядом с пятками. У меня шесть... Шесть ударов, получается, на текущее количество стамины. Потому что стамину я... В принципе, не качал. А, пять даже ударов. Да ладно. Так, надо этих добить. Пока... Пока смола не спала. А, все, в минус. Фух. Да эти-то простые, это понятно. Ой, еще живой остался. И не только он, там еще один справа. Большая душа путешественникам. Бледный язык. О, большой осколок титанита, навозный пирог на продаже. Ну и тут доспех раскидан. Если мне память не изменяет. Да, есть Дорана. Который тоже мне не подходит. Ботинки. Кажется, вот в том углу что-то ценное лежит. Может быть, имеет смысл сразу на Дьяконах пойти? Меня-то тут особо ничего больше не держит. Доранские молоты. Да, Рада. Зен Крой, это как раз HRM2101. Это как раз пульсометр, на который я никак не могу достать. Написал производитель, написал продавцу. Один ответил с уточняющим вопросом. Но на мой ответ он... Ну, короче говоря, видимо, там уже из разницы во времени они уже там все спят. А я лут еще забыл взять. Слева от... Пацана в капюшоне с двуручным мечом. Что, к Дьяконам, что ли? Можно наверх еще подняться. Но, насколько я помню, там нет ничего ценного. Так как Дьяконам я должен еще черепок взять. По-хорошему. Всего два черепка. Сто процентов на вторую фазу оставляем. Поехали. Смазочку на первую. Хотя это не обязательно, в общем. Но проще будет. Убиваем человека, у которого... У которого залетает... Да, орган пошел. Вижу, вижу еще одного врага. Так. О, этот плотный. Наделим. Так, а где? А, вон. Уже скоро, кстати, будет... Да. Еще одной смолой. Сейчас сразу череп кидаем. Выпиваем. Убежали в ту сторону. Еще черепок. Ой, он уже кастует. Пробую перебить. Еще дамаг. Чуть-чуть, пару ударов. Есть. Спокойненько, убили. Все по плану. Добро. Ну, немножко, да, немножко я волновался. Хорошо. Включаю озвучку поддержки. Так я... Уже сделал. Была одна поддержка на 100. Так. Костер. Души тратим. Сейчас вкинем что-то. Наверное, сейчас я вкину последний в живучесть, там, до 30. Точнее, не в живучесть, а на армор, на защиту. Хром огня. Душа мне этого товарища не нужна, в принципе. Сейчас пойдут скелеты. Скелеты, скелеты. Надо посмотреть, еще могу ли я меч прогрелить. Мой косяк, все равно норм работает. Ну, вот видишь, как, а? За 20 тысяч душа продается. Эти 20 косаревни, конечно. Так, и, наверное, надо купить, во-первых, еще... Смолу. Штучки 4. И потом на молнию надо будет еще взять. Не, курсор все равно уходит. Сейчас было опять в чат, он уходил. Не помогает. Так, 41 тысяча. Уровень по десяточке. Соответственно, я качаю где-то до... Так, а сколько мне осталось? Может, за Хавловским кольцом сходим сначала? Просто если за Хавловским кольцом схожу, то мне этих трех левелов на фулл сет хватит. А Хавловское кольцо, это от болот, через двух NPC, по лестнице вниз, и я в болотах оказываюсь. А мне в любом случае туда сейчас нужно идти. Вопрос, качать или не качать? Хватит или не хватит? Хороший вопрос. Вот сейчас, кстати, вот сейчас, кстати, пока я не прокачал стойкость, еще можно принять решение и начать качать силу. То есть мы забиваем на, там, 6-7-8 ударов. На сколько сейчас, 5 или 6? Такой вопрос. Раз, два, три, четыре, пять. Ну ладно, 6 можно сделать, там, прокачав две единички. Или кольцо, когда найдем, будет 6 ударов. Идти покачать сейчас силу. Это мне позволит силу прокачать до, там, 30, скажем, меч тьмы использовать и более классные щиты использовать. Я просто, правда, не помню, что там по щитам дальше. Помню, 40 сил, один требовал топовый щит. Или как раз 32. У гиганта, у гиганта два щита. Помните, у Йорма. Один щит мы делаем из души, а второй щит лежит в мимике. Два разных щита. У одного из них точно требование 40, а у второго чуть похуже, требование ниже. Вот сейчас реально можно попробовать поменять билд. Поменять билд. Ну, правда, здесь и сейчас мне силу ничего не даст. Это просто подготовка. То есть силу желательно качать тогда, когда я найду этот темный клинок. Ну, когда я его выбью. Его выбить не так сложно, и он уже здесь поблизости есть. В общем-то. Тот щит, который Йорма, топ по стабильности, но деф по элементам сильно хромает. Там еще второй щит есть. У тебя все и так отлично было. Другая прокачка требует другого стиля игры. Да там стремные щиты. Лучший вариант щит черного рыцаря плюс 5. Ничего себе. Я такой не помню даже находил или нет. Можно же статы потом скинуть. Можно, если ты спокойно бегаешь под сводом, под потолком, уворачиваешься от стрелы и сражаешься нормально с рыцарями. Тоже под крышей. Ну, я там умер в первое прохождение, наверное, раз 12. Перекачаться можно всегда. Ну, еще раз. Нормально же все было. Какой менять билд? Что творишь, Миша? Я не уверен, что мне фазача нужно больше. Потому что хавловское кольцо одеваешь. Не, нужно. Хотя бы до 30-очки доведем. Нет, не нужно. Думай. Значит, хп кап 27. Его оставляем. Ученость идет лесом. Стойкость пока под вопросом. Либо ее качаем, либо качаем, соответственно, силу слэш физическую мощь. Сила в данный конкретный момент не нужна. У меня нет ни толкового щита, ни меча под нее. Фазача действительно нужно. Потому что до того, как момент, когда я доберусь до крокодилов и, дай бог, их убью, получу кольцо, и до того момента, когда я получу хавла, мне все равно нужно, ну, мне в любом случае хавловское кольцо нужно брать. Ну, я качал в такой ситуации стойкость вот в этот момент. А сейчас не знаю. Пока ничего не качаю тогда. Это тоже, это умереть с душами, это не получить там 3-4 левела сейчас. Я их могу... Ой, вот читать чатика и удавил тут же, видите. И он до поры. Видимо, ошибся со ссылкой. Я все равно посмотрю, что за черного рыцаря. Тексты на данной странице отсутствуют. Клева, клева, клева. Так. Стойкости 15-20 хватит. Стойкость можно даже не качать, в принципе. Если ты берешь кольцо, то самое от крокодила, то появляется самый шестой удар. То есть, конечно, кому как хватает. Можно, в общем-то, и вообще ее не качать. Десяточку оставить в нищего и проходить. Будет тебе опять 5 ударов, и все будет нормально. Вот. Для того, чтобы получить шестой удар, нужно прокачать буквально там 2-3 единички. И все. В скайпе, говорит, Витя. Витя скинул в скайпе. Щит черного рыцаря. Стопроцентный физ. Ой, баланс. О, где его найти? Очень хороший щит. 18 силы, правда, требует. Но это 2 единички силы. Да. Великолепный. Великолепный щит. С небольшим шансом может выпасть из любого черного рыцаря. Блин. Так, ну его можно подфармить. Это как раз болото. Это как раз по пути. Давайте я пока ничего не буду... Нет, слушайте, я хочу этот щит. Уже. Давайте повышаем уровень. Ну, блин, мне сила-то... Ну, сила, по крайней мере, тебе же еще даст резисты. И вы... А, это стойкость. Сила даст резисты от всего. И урона апнет. Да, давайте до 18. Хороший щит. Прям хороший щит. Просто по сухим цифрам он очень хороший. Его еще заградить можно. Короче, я иду... Пока часть душа ставлю, бог с ними. Осколка кости нет. И пойду, наверное, вот в недостроенную крепость. Потому что именно отсюда, если мне память не изменяет, короче, всего прибежать к этому темному рыцарю. И я попытаюсь его несколько раз поубивать. Мне из него выпадали разные вещи. Там меч, черного рыцаря, всякие доспехи и прочая хрень. Вот. Но... Щит реально хорош. То есть он... Стоп, а где срезать-то? 10 срезать. Резисты не решают. Да, конечно. Ну, учитывая то, что там стопроцентная физуха, 60 стойкостей, без серьезных требований, это щит вообще топич для моего билда. Резисты не решают. Расскажи это боссам, которые бьют больше огнем, чем физуха еще. Вообще классно будет. Вот он. Так, давайте я сначала этого товарища. Хочется шестой удар. Я еще не проверил. Черный рыцарь, давай. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо, не надо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, выпил-выпил-выпил. Чувак-то опасный. Его не стану лодчить ни хрена ничего. Да, его еще подфармить, конечно. Доспех черного рыцаря. хороший тяжелый но слишком тяжелый хуже катаринского полегче катаринского так и в принципе можно вот сюда походить да если есть кольцо на шанс дропа то один его нет такого кольца мне к сожалению нет вот лакер да это не очень хороший доспех для меня ну а что я его сейчас во первых не надену и он с катаринским опять же он его проигрывает причем по некоторым параметрам на 2 на 3 единиц можно упорядочить по весам так как косточка у есть давайте я сейчас сразу в костер храма закуплю косточек проверим могу ли граидануть могу ли граидануть меч все-таки зато у него средний щит лучше в игре но я про это и говорю покупаю четыре косточки еще дополнительно не знаю какая вероятность у нас выпадение этого всего добра опять видите курсор выходит несмотря на то что в игре укрепление нет оружия сколько мне нужно еще три больших осколки титанита нужно для того чтобы счастье было можно еще смолу использовать так чтобы но лучше наверное просто просто внимательнее к его движениям и и смотреть где перекат доспех черного рыцаря раньше в нем был нормально все было ну кому-то нормально в общем-то и в доспехе девы вопрос что у тебя за персонаж какой у тебя билд и вообще как ты как ты играешь я сейчас отталкиваюсь от того что у меня есть определенное количество характеристик позволяющих мне носить определенные определенные доспехи и есть несколько доспехов на выбор в наличии так сказать вот есть еще в перспективе кольцо одно второе которое повысит еще одно хаваловская другое не помню как называется крокодиловская в общем там где два крокодила так давай-ка я лучше этого сразу ух ты отравили мне грибы почти отравили а вот и отравили один раз первую знака кристаллю плюс 5 шанс дрота предметов монетки использую монетки же точно монетки же есть какие-то поехал угольная смола работаем понятно ой он жив еще скотина да там т.п. не оставалось дэц да и лута нет блин его так захочешь пофармить и придется долго-долго бегать монетки монетки как вариант если тебе не критично включи вторую моники с такой возможность ну как мне же вы в чатике лонвы у тебя такая же проблема что ли да так наверху взял еще одна наверное косточка к последнему костру и назад возвращаясь еще сбегаю раза три-четыре наверное и если не будет должного результата но я представляю что там тут может выпасть меч любой элемент сета доспеха и плюс еще щит учитывая то что у нас два события только сейчас произошло то есть два убийства и одно выпадение элемента доспеха вероятность выпадения если этих элементов там 7 на данный момент по весьма скудным данным составляет порядка 6 процентов ну так на вскидочку вот поэтому я весьма скептически настроен на то что мне получится все-таки выбить вот в м в с в в в в в в Тенец. Не знаю, что делать. Блин. Не надо аркадить, да? Я думаю. Нет, не захватит сейчас. Копьется, копьется. Рисковал сейчас. И сейчас рискуем. Ой, Михалыч, не надо так. Добрый вечер, Михаил. Не фарми тут. Ты отъедешь на мобов. Там другой путь к нему. Более безопасный. Окей. О. Ну что, друг. Дай щит. Более безопасный путь, говорите, да? А, типа, с верхнего костра? Нет, это, видимо, к другому. Мы тут всей семьей за тебя переживаем, да. Или вот отсюда. Типа, если я дальше пройду по болотам, открою, то смогу бегать мимо этих чуваков. Наверное, об этом речь. Ладно, давайте тогда я дальше пойду. К хавловскому кольцу, к боссу на воротах. Привет. Первый стрим из серии Бессмертина, на который я попал. Желаю удачу. Очень хочется смотреть на Бладборн. Как, у меня тут краб позавелся. Надо сзади находиться, и вот по возможности. Что-то сжать будет. Не вижу. Блин. Ну хрена не видно, короче. Дерево, и он со своими... Что же происходит-то, Миш? Выпил два раза. Я говорю, два раза выпил. Рубил его, этот, с помощью. Облил, скотину. Да бей! Этот краб, так же как и лут, который здесь, пироманский, он мне не нужен. В этом уровне. Медленные перекаты какие-то. Да здесь же вода. У меня по пояс воды. Перекаты медленные. Здесь поменьше уже воды. Так, а этих-то товарищей я же не убивал. Да, не убивал. Ой, уже один согрелся. А если дальний согрелся, значит и ближний согрится, скорее всего. Нет, ближний стоит, нормально. Как он меня заметил там. Смотри, вон я. Да, не видит. Ладно, есть у меня способ выманить одного из них. Привет, алмаз дал диаблон. Привет. О! Этот пошел уже. Второй вроде не идет. Учитывая то, что у меня пушка быстрее, я начинаю... Я начинаю просто атаковать первым. У второго вот сабли уже, с них сложнее будет. То есть у него тоже короткие удары. Не посложнее. Ай! Ха-ха! Хорошо. Так, Хавловское кольцо, Хавловское кольцо. Ну, это же все происходит, вы помните, где это? Происходит в болотах. Там, где есть черти, там, где есть эти петухи огромные. И глазастые товарищи, которые проклинают. Очень опасная локация, на мой взгляд. Добрый вечер, Бендер. Здравствуй, я все еще жив. Пока еще жив, спускаюсь. Лут, говорят. Ну, лут там нет же за полтора. Ну, можно было и не возвращаться за ним. Как-то так. Сейчас, секундочку. Спасибо. Возвращаемся к лутам. Повторюсь, там меч, который я не буду использовать. Урочный меч изгнанника. И вот, как-то так. Спускаемся. Нас ждет костер. Не уверен, что 28к душ имеет смысл на 2 левела тратить. Наверное, не стоит. Так, двигаться я буду по привычному маршруту. Я помню, что здесь было. Кто здесь был. Где приблизительно что лежит. Куда надо, куда не надо. Ключевое, конечно, это осколок если все в смысл. За потертой маской не надо было ходить. Причем эстус вон там уже находится. Он довольно близко. Но некоторых вещей я не помню. Вот туда точно надо, а вот к этому луту не уверен. Но учитывая то, что он недалеко, все равно возьму. Нужно, нужно. Осколок и станет. Хорошо, берем. Всем чатики, добрый вечер. У нас продолжение челленджа прохождения без смертей Dark Souls. Это зефирка пятый. Он еще не совсем зазефирел. Зазефирел. Ну, еще не фулл сет мы надели. Но... Да, вот осколок эстуса отличная штука. Я-ка зачем я сюда иду, не знаю. Там нет никакого. Появились некоторые идеи, которые хотелось бы реализовать. В частности, попытаться... Попытаться взять другой щит. С хорошим балансом и с хорошими характеристиками. Еще один осколок и станет. Ну, круто, что. И, возможно, взять другой меч. Который тоже, правда, выбить надо еще. Так. Не помню. Где-то тут уже должна быть первая... А, вот. Нет, не вот. А, не, вот-вот-вот. Вот сюда нам надо. И надо. Наверх. Гасить. Очень аккуратно. Здесь есть серия мобов, которые могут... Которые могут убить. Тут все, в общем-то, мобы могут убить. Но есть опасные. Эти не относятся к опасным. Все на блок. Backstab. Выпинь же за это. Задача потушить три башни. Задача взять кольцо хавала, убив при этом врага. Там еще, кстати, два осколка титанита есть, больших, которые мне тоже пригодятся на грейд меча. Но, кажется, придется мне убивать врага со старым мечом. Но это не страшно. Главное, чтобы смазочка, смола была. Желательно, чтобы эта смола была с молнией. Кажется. Скажи Э. Э. Скажи О. Что там такое? Что случилось? Мха не хочет покушать? Привет. Но мне нет пока мха, я не дошел до этого места, где есть мох. Так, кажется, сейчас я выхожу как раз с другой стороны. Да, с другой стороны, точно. И осматриваюсь, чтобы увидеть петухов, если что. Увидеть чуваков, которые с курсой. В смысле, с проклятим, да. Опасный черт, он на тебя прыгает и захваты практикует. И то, и другое. Ну, одно блочится, конечно. Прыжок блочится. А вот захват у него, конечно, очень жесткий. Еще один осколок титанита. Пригодится, если будет этот новый меч. Темный меч. Потому что он грейдится тоже титанитами. Я видел тут лут. Еще один осколок титанита. Кто-то гулькает. Ой. Это пес. И самое традиционное. Принимаем на блок. Еще один пес. Чтобы не было болезни, я выйду сейчас осмотрюсь еще. Тем более, не знаю, куда бежать. Но, скорее всего, вот прямо налево возьмем. Вот там вот мох лежит. Если мне память не изменяет. Три или пять зарядов, что можно будет его юзать. Нормально. Бом-бом-бом-бом-бом-бом. Или не ждать, пока спадет. Так, стоп. А нет ли конструкция с лестницей наверх? Не, слишком большая. Она должна быть где-то по центру. Побежал. Не успею, я, кажется, добежать, чтобы не заболеть. Да, тут еще глубоко. Одно будет повод как раз мох юзнуть. Кто-то сзади булькает. А нет, не мох. Дурочный меч. Это неудачно. Так, там следующий этот... Следующая башня. Видели? Причем их двое здесь. Судя по звукам. Этот здесь, тот там. Давайте одного сначала добьемся. Крышки. И уже ко второму. Третьему еще, причем. Четвертому. Беда. Пятому. По традиции, когда я прихожу, ты умираешь. Я готов это увидеть, говорит Крутц. Злой ты Крутц. Реально, я сейчас не знаю, по какую сторону идти. Слева, справа, справа, слева. Наверное, туда все-таки схожу. Там есть островки спокойствия. И вроде врагов нет. Я отсюда пришел. Да, отсюда пришел. На это строение смотрел. Оттуда ушел. Или отсюда ушел. Две разные штуки. Так, а где горит, где не горит? Не видно отсюда. Ладно, здесь ближе. Зайдем. Да, этот крик нет. Я помню его отлично. Здесь я вроде был. Да, был. Значит, идем в соседнюю башню. Локация невзрачная и не такая очевидная. По крайней мере, для меня. Хотя, надо было просто прямо идти. И вот она, башня была вторая. Привет, Михаил. Вот как приятно включаю ГГЭ. Там твой стрим красавчик. Совпадение. Исключительно. Хотя, вечером стримы довольно регулярные. Блин. Вот лучше бы я просто сразу бил. Чем пытался понять, когда его там тема закончится. А вот, кстати, мох. Давайте я мох поставлю. Не сейчас, уже сейчас спадет отравление. Так, это вторая башня. Вторая башня. А третья охраняют значительно круче. Во-первых, там как раз петухи те самые. Здесь костер, там осколок эстуса. И кажется, вот из чувака, который справа охраняет осколок эстуса, или там дальше лут, и выпадает этот темный меч. Может выпасть этот темный меч. Так что... Тихо. Не надо. Не торопись. Одного убил, отступил. Ну иди, иди сюда. Все-таки пробил я его, в конце концов, этот щит убогий. Лежать. Костер. От костра направо. Еще раз повторю. Грейт под эстус. Мне нужно будет как-то вернуть домой и фласку добавить. Плюс три сделать. Это первое. Второе слева много-много лута, но кажется, там ничего ценного нет, плюс там краб. А вот здесь вот слизняки, они не опасные. А вот... И следующую башню защищает как раз... Ну, там где-то он. Нужный мне моб. Ну и ворота, которые откроются после того, как мы с вами... Отличное попадание. Сто процентное, можно сказать. Ох, как они закидывают. Там человек восемь внутри. Ну, так, что я правильно сделал, что зашел. Но вроде как дамага хватает, чтобы разуплотнять это все дело. Горячая оскола кости. Хорошо. Далее. Вот будет опасный враг. Я вижу петуха, но это не тот враг, о котором я думал. Вообще-то. А, и вот он, хавловское кольцо наверх. Понятно. То есть, все, я запомнил наконец, что хавловское кольцо, если от костра недалеко. Забираемся. Этот меч для билда на силу, с ловкостью или на веру, зачем он тебе? Я думаю, силу покачать. То есть, допускаю этот вариант. Потому что я могу пожертвовать выносливостью той же самой, для того, чтобы... Хотя... Ну, я сомневаюсь все еще в этом. Надо этот меч по-хорошему потестить. Но минус в том, что я не могу просто вот взять, так и перекачаться. Потому что место с перекачкой, оно сопровождено определенным риском. Там можно упасть. Плюс там еще можно отлететь от двуручного товарища. Пепел мечтателя. Хорошо. Подходим. Больших осколков титанита у меня не было. Соответственно, пушку я не смогу прогрейдить, даже если получу два осколка наверху. И возникает вопрос. С чем мне идти на него? Явно одной угольной смолы маловато. Надо, наверное, закупить еще угольной. Вообще молния, кажется, против него эффективна. Но ее нет в продаже, и ее нет у меня. Вот. Но кольцо очень нужно. Мне нужно держаться сзади. Внимательно следить за движениями. В первую очередь, за анимацией захвата, которую я ни разу вообще не видел. В этом заключается такая... Покажи место, где мне нельзя упасть. Да, да. В этом как раз и заключается рандом. А, нет. Вот смотрите, пепел передали, у нас молнии появились. Это очень хорошо. Давайте берем молнии за три косаря. Три заряда. Это очень здорово. И еще по 500 возьмем смолы под огонь. Убежусь в том, что... Так, черепки надо убрать из быстрого доступа, как, в общем-то, и мог. И поставить, соответственно, вторую смолу сюда. Укрепляем пляжку с тестовсом, да. Не забудем на костре ее улучшить, да. Делаем здесь, не делаем, видим, что не хватает трех пусков. То есть, на босса я иду с мечом плюс четыре. Что за счетчик появился внизу? Ты опять поспорил с кем-то. Такое впечатление, что вы не смотрите каждый день трансляции. Чем же вы занимаетесь? Еще не поздно взять и вкачать 2-3 левела в выносливость. То есть, да, например, я выбью... Короче, да, живем один раз. Давай я лучше вкачиваю. Пусть у тебя будет лучше 6 ударов, чем... Стойкость. Раз, два. Уже будет... Дополнительный удар. Раз, два, три, четыре, пять. Нет! Можешь что-нибудь продать? Сейчас накопим, накопим там мечи всякие. Вот эти вот все угли, может быть, какие-нибудь. Души за косарик. Вот, копьё за косарик. Шипастый тоже продаю. Никто не помнит, сколько там было бабла необходимо для того, чтобы... О, заклинание еще за соточку. Сколько там тысяч было? Мне казалось, как раз 12-13, но я не фиксировал вообще значение. Ага, 11-800. Окей, стойкость до 15, дополнительный удар. Больше вариантов для блока. Ну, я тот щит черного рыцаря попробую взять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть! Все, шестой удар появился. Темный меч на силу и ловкость. С одной силой дамаг будет не такой большой. Да, я понял. Переходим к боссу. Переходим к боссу, переходим к боссу. Если сомневаешься, блокируй. О, здравствуй. Если... Я для себя сейчас просто... Надо какие-то выработать правила, чтобы не было проблем. Выработать правила. Главное правило держаться за спиной. Самое безопасное место за боссом, за этого типа, это за спиной. У него булава. Двуручный, одноручный, не помню. Булава, кажется, находится слева. Все-таки. Поэтому давайте-ка все сделаем аккуратно. Двуручные булава. Двуручные булава. С богом. Отличное начало. Ага, прыжок. Попал все-таки. Там малое осталось. Ой-ой-ой. Ой-ой. Есть. Хавловское кольцо почти у нас в кармане. Собираем угли, идем за двумя осколками титанита на противоположные стороны моста. А может кто подсказать, где этот моб стоит, в своем прохождении пропустил? Ну вот от костра, который в болотах, который ведет тебя, собственно, к боссам, к рыцарям. Ну там, правда, еще один более близкий костер. Ты поворачиваешь налево и видишь лестницу. Лестница тебя ведет высоко-высоко в башню, с которой, кстати, прекрасно просматривается вся округа. То есть, что где горит, что... Отсюда, кстати, тоже неплохо. Можно было бы туда спрыгнуть, сразу потушить все. И все. И там дальше лифт. Здесь будет несколько противников. Попал, хорошо. Добил, отлично. Тут второй еще. Тоже успели. Из них два больших осколка титанита выпадают. Тут еще несколько заклинаний, громовое копье в частности. И наверху... А, драконий гербовый щит. Хороший щит. Вот, можно сравнить его со щитом тем же самым темного рыцаря. Все практически то же самое, только устойчивость у того 60, у этого 49. Ну и резисты более выровнены, так скажем. То есть, у этого больше резистов против огня. А у того... Да блин. Ох, чуть не упал. Хотя я бы не умер, если бы упал. Просто было бы неприятно. А если тебе мешает с одной стороны стенка, можно... Да я же блок ставил. То можно делать одиночные удары на серии, как сейчас до меня дошло. Это, конечно, реже, но всяко лучше, чем... Чем если ты просто не попадешь. По человеку. Отлично. Здесь вроде больше нечего делать, поэтому я возвращаюсь домой. Делаю хавловское кольцо. Скорее всего, заменю кольцо на уменьшение урона при низком количестве здоровья. Правда, кажется, мне придется за него еще 5к отдать. Ну, оно того стоит. Сдаю печку только сейчас. Кольцо хавла. И душу демона сдаем. И 5ксарей в Индополоши. Ну, хорошо. Сейчас, наверное, имеет смысл вернуться в болото. С целью нахождения... Ну, потушить третью башню. Это понятно, что пройти дальше. И, возможно, побегать на товарища, с которого выпадает темный меч. Но я сомневаюсь, что вообще это нужно делать. Учитывая то, что я уже начал стойкость. Слушайте, а если его на грубый заточить? Он... Там как-то он по-особому модификаторы себя ведут. Надо посмотреть, как ведет себя. Там меч очень хорош в том, что... Если ты его заточишь там на магию, будет модификатор С топовый от Инты. Если ты его заточишь там на Силу, будет А от... Ну, то есть на грубый, кажется, или на какой-то еще. То будет А от Силы. От Веры, кажется, он тоже там как-то скилится на С. Вот. Но я не уверен в этом. Так. Хавловское кольцо. Или все-таки уберем кольцо, которое больше душ. Потому что это может поглощение урона при низком уровне здоровья у меня жизнь спасти. Хавловское кольцо берем. И... Йес! Даже катаринский доспех сразу надеваем. 70%! 70%! Перекаты вроде как... Такой неказистый вообще. И перекаты не уменьшились. То есть все нормально. Защита значительно подросла. Осталось только кипарик одеть. Все будет так. 70 ровно не подойдет. Как не подойдет? Я же вижу, что ровненько все. Откуда информация, что ровно не подойдет? По ощущениям, подходит. Как по мне, один в один вообще перекаты. Эта проклятая зефирка меняет доспех. Да. Так, побежали дальше. Извини, я буквально вчера сам 70-0 делал. У меня слоу ролл был. Думаю, что... Это не так. Руины цитадели. Возвращаемся. Можно сходить налево. Там много лута. Я не знаю, какого. Вдруг там титаниты будут. Или, не дай бог, большой титанит. И, конечно же, направо нужно выходить. К петуху, который явно охраняет башню. Следующую. Так, давайте я все-таки с более безопасного места начну. Туда за... Хотя туда не нужно бегать. Но ты убедишься, что не нужно. Пофиг на это направление. Вон краб бегает. Нужно даже краба не убивать. Ой. Так, давай-ка мой снимок. Да, ногой он. Главное, его далеко не уводить, чтобы не было... Блин, я все ловлю. Добивай. 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 Добро. Кольцо. Кажется, это маговское кольцо. Да, увеличивает продолжительность действия заклинаний. И там кипарик тоже на магию. Осколок титанита. Хорошо. Миша, в курсе, что у краба захват есть? Конечно, в курсе. Но немного про захваты рассказываем. Например, про то, что крокодилы захватят это ваншот. Товарищи не носили зефирский доспех. Не качали, соответственно, живучесть. Уголь. Бум-бум-бум-бум-бум. Душа безымянного. Тут вот шапка будет. Да, корона за Рим. Ради титанита сюда только бежать. Мы уверены, что стоит. Мы же просто переживаем за тебя. Я за себя тоже переживаю. Спасибо за то, что сочувствуете. Соболезнуете утратам. Ох, вчера, конечно, столько эмоций было. Я пообещал к своему стыду подключить сегодня пульсометр. Я его нашел, его подключил. Но, к сожалению, программу найти не смог. Для того, чтобы написал китайскому продавцу, написал китайскому производителю, получил ответ, но не такой... Ну, в смысле, ответ с вопросом по конкретной модели. И у них уже рабочий день кончился. Короче, сегодня без пульсометра. Я надеюсь, что они пойдут навстречу. Там уже пользователи тщательно организовывались и предлагали помощь в поиске. Я довольно много времени сегодня потратил на углубление. Китайское время. Так, там лут. Но мне туда нужно идти, увы. И курицу убивать. Они жёстенькие. Увы с этим. Сейчас на пятачок его сюда выведем. Хорошо. Добей. Ой! Выпил два раза. Добей, пока он не может. Есть, хорошо. А вот когда таких двое, и ты в болоте, это реальная проблема. Там, кстати, сет лежит. Ну, я его не буду уже брать. Потому что манёвренности никакой. За тобой бегут, за тобой летят выстрелы. И... Ну, в прошлый раз я не пользовался огненной смазкой здесь. И процесс убийства был... Ой. Так, давай-ка мы тоже его. Блин, срана долетела. Взрыв, да? Угу. Добей, добей. Ну, что ж ты делаешь, что ли? Просто добейся. Оп, ровненько. В общем-то. Ну, гораздо более надёжно, чем в прошлый раз. А что здесь за лут-то я забыл? Два, сколько титанит? Хорошо. Прохожу к последней башне, которую нужно потушить. Там наверху, кажется, тоже меня ждут. По крайней мере, один враг должен быть. Тушим, открываем дверь. Хоть посмотрим видосик. Хотя это на движке игры, это не видосик. Дверь открывается. Это к нашим друзьям, как они там называются, рыцарям. Я в магазин хочу сходить. Можешь не умирать в ближайшие полчаса-час? Не могу обещать. На кону, конечно, именно в рамках текущего трая серьёзное количество средств, но я не застрахован. Опыта не так много и неопределённость есть. Я могу, конечно, стоять в городе, греться у костра, но не думаю, что пацаны в чатике одобрят такой подход. Косточка возвращения. А где же тот рыцарь-то, господи? Тот чёрный, у которого можно мечи выбить этот. Или сразу с косточкой вернуться. Чем назад пиликать. Да, давай так. На самом деле, я сейчас, кажется, выхожу к этому рыцарю, открываю шорткат, через другой костёр, как раз вот идя вперёд. И мне кажется, это вот правильное действие. То есть так и нужно. Сейчас на костёр прямо идём в дверной проём. Я в первую очередь хочу щит выбить. А меч это уже так. Может стоять у костра и параллельно вести трансляцию по сайту. За воротами они... А, за воротами у входа к боссу? А, их там двое, кажется, да? И они воюют с этими. Угу, я понял. Хорошо. То есть там как раз можно и щит получить, и меч получить. Отлично. Главное не свалиться к глазастым. Они там справа находятся, и ты можешь... Я уже разок в прошлый раз упал. Неудачно. Твори магию, пишет. Я только за, если ты не просто будешь стоять у костра, а как в сталкера ещё анекдот травить. Да, атмосферненько. Я помню, в детстве очень-очень любил, вот где-то в средние классы, в школьные годы, любой вообще анекдот по двум первым словам я рассказывал. То есть там, ещё помню, бабушка, которая делала нам специальные подшипки из газет с анекдотами. И летом, когда ездили, нужно было зачитываться. Ну, из-за советской газеты не отсюда. Вот. Но потом я всё забыл. Слава богу, наверное, то, что это много лишней информации. И прохладную историю горящего костра. Да, да. Ну, сейчас, например, готовится морально к поездке товарищей в Белгород. Конференция «Нет-нет, доживёт». Вон они вдвоём за руку устраивают. Так, а с двумя-то я справлюсь, в общем. Один вот ушёл. Воу! Захват такой. Капец, первый раз вижу. Не-не-не. А, я понял. Ну, это его слабое место, на самом деле. Что-то выпало. Треснувшее красное. Гнилая смола, уголёк. Кстати, второго тогда заберу. Ой, его уже забрали. Чувак, молодец. Мужик, вообще молодец. Что там выпало? Треснувшее красное. Осколок титанитом. О, здесь наверх подъём есть. Ни разу здесь не был. Я их старался обходить стороной просто. А, ну и, в общем-то, ничего нет. Хорошо, идём тогда направо. Там костёр. Там выход к чёрному рыцарю, из которого меч... Ой, щит. Приятный мне выпадает. Я им ни разу не пользовался, но по характеристикам он просто шикарен. Проблема как раз в том, что его не так просто выбить. Чёрных рыцарей не так много, во-первых. И ты не всегда горишь желанием с ними сражаться. Вот. Вот. Зажигаем. Раз. Зажигаем два. Сначала пойду открою шорткат. Кажется, вот отсюда, через... Можно вправо упасть, там, кажется, титанит получить. Ящерку сейчас можно забрать. Мелочь какую-то подрезать. Но, кажется, при этом ты открываешь шорткат к раскрытию. Может быть, я ошибаюсь. Может быть. Давай угольный смолой ещё разу. Ну, чтобы дамаг вообще был. Чё-то дамага... Две титанитовые чешуи. И вот он шорткат. Да, это крыцарь выход. Вон, прям по курсу. Окей, давайте заберём путь жертв. Блин, это всё равно агрится. Жив. Он жив. Ой. Блин, ну вот не надо получать удары ниже. Вау! Нифига себе у него. Ща, не надо рисковать. Чит-чит-чит-чит-чит! О, уголь. Ти-дам! Да, отличнейший моб для фарма. Только из него выпадает этот щит с балансом 60, с фулл физухой и неплохими средними резистами. И без требований серьёзных по силе. То есть, вот-вот-вот его надо как-то забирать. Сейчас пойду я с теми двумя ещё разок попробую поговорить. А где атака? А вот они идут. Разборка питерская. Вообще. Я тоже, типа, с ними. Что это такое? Да добей его уже. Выпил. Треснувший красный ок. Хе-хе-хе-хе. Ну, хоть титанитик ещё подфармим. Я свой. Ой! Бах! Вот, меч тьмы. Вот этот меч, который топ-1. 15 ловкости требуется. С, Д-модификатор и С по силе и Д по ловкости. Но его ещё по-всякому точить можно. Но его имеет смысл использовать, если ты там ту же самую силу вытаскиваешь. Вот с этих рыцарей топаю в 1 ручь. Да я в курсе. Мне уже всё расписали, дали ссылки. Ещё на прошлой трансляции. Мне хочется его потестить, но останавливает, во-первых, то, что... Как бы ловкость для начала требуется. Пятнашка. У меня 10. И что мне, в принципе, нужно в характеристике, типа, силы вытягивать. Ого-го. Да, это меч топ-1, если только ты качаешь статы. А его никак нельзя скинуть с него все статы, чтобы он был со своим стандлоком, со своей скоростью атаки. Но, как бы, как-то так. Нет? Нет, нет, никак. Так, а я же не это самое глупости делаю сейчас. Делаю глупости. Надо было костра подождать, снова к рыцарю схожу. Щит мне нужен. Вот щит я могу взять. И щит классный. Я побегу за ним. Он хуже Асторского тогда. Так-то можно. Ну, тогда да. Тогда смысла нет, конечно. У этого меча скейлы ББ прям должны заточки. Круто, че. Может, эти вообще спят? Может, их не надо трогать? Мне все равно пришлось, придется, каждый раз, когда я иду к этому рыцарю, вот с этим чуваком сражаться. Видите, он рычит и побежал вперед. Да как ты попал-то? Доброе. Попробую сейчас от черного рыцаря, в принципе, укатываться. То есть не принимать на блок, не идти в размен, просто... Просто укатываться. Слабенько и урон, конечно. Ага. Три удара, да? А если сверху, то один. Понял. А, я думал, у него... О, хорош! Чит-щит-щит-щит-щит-щит! Ну, ты че делать? Монетку уже съешь. Ты где ее возьму? Мне нет монетки. Давайте посмотрим, может, она покупается, продается. Монеточка. Монеточка, монеточка. Так. У кого она продается? У гопника на крыше монеты. Гопника на крыше? Фарми, что делать? Нет, это не совсем... Не совсем круто. Я думаю... Мне большой еще осколок титанита взять. Найти где-нибудь. Кстати, у большого тяжелого... Урона 3-2-2 урона. Б скел от силы. Понятно. Так. Я могу, знаете, что еще сделать? Попробовать... Попробовать... Фазычей еще закину для того, чтобы поменять еще шлемак на нужный. Но мне придется закинуть серию характеристик. Кстати, круче же северного меча наверняка какой-нибудь подшива рыцарей, он полегче. Он... Не круче. Не круче. Душа знатока кристальных не продал. Может трапиру взять плюс 50 к шансу. Продал, к сожалению. Надо будет запомнить в следующий раз ее сзади. А-а-а... Фы зачем? Фы зачем, фы зачем? Фы зачем? Фы зачем? Сейчас бегаю еще разок. Ну, только на рыцаря, соответственно. А, ну да, это же чекплайн. На тех двух бежах мы будем. Монетка сильно не поможет, вот если бы было кольцо на фарм шмота. Да. Вероятность, конечно, неопределенная. Может пройти? Нет. Этот, в крайней мере, просыпается. Я думаю, что эти тоже встанут, если пробежать мимо. Да нет. Спят и спят. Пусть спят. Как-то джирный бегает, спрашивает Ролин. Потому что характеристики отличные. Я могу нести много веса. И он встает все равно. Даже если... Учитывая то, что он меня не видит, он все равно встает. Может, и нет. Главное, чтобы он не... Достал! Блин, вообще такая грязь. Ой-ой-ой. И тот побежал. Выпил. Перекатился. Перекатился! Беги, Миш! Выпил. Перекатился. Сейчас ударом. Капец. Капец. Блин, может, да ну его этот щит? Все равно я умру от... Падая с башни. Мабе унижает Михаила. Это мабе... Особый мабе. Особый мабе. Так, ладно. Давайте к боссу, наверное, пойдем тогда. Ну, хочется. Хочется, хочется щит. Хочется щит. Хочется. Что могу с собой поделать? Хочется щит. Я думал, может быть, я возьму в доспех... Да, наверное, я возьму доспех вот этого. Рыцаря. И надену тогда кипарик. Это должно быть выгоднее, чем... Ой, какой-то приталенный. Приталенный. Давайте зафиксируем. Защиту физической 125... 125... 125... 100... Ну, 125, 100. 280, 240, 200. 125, 100. Увать. 290, 240, 250, 200. У этого лучше резисты к кровотечению, яду и морозу. А в остальном один в один вообще. Это не зефирка, отписывайся. Все, 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 не уходи, я уже вернулся. Монеты продаются у НПС, которые запирают за тобой дверь в Храме Огня. Он же гопник. В Храме Огня дверь закрывает... Не знаю такого. Единственное, кто закрыл за мной дверь, это вот как раз в таком же арморе. Три трая на щит. Лоу, Михаил, надо хотя бы десяток подходов. О-о-о-о-о-о. Беда. Ладно, давай. Опять попал, а? Застрял. Это вот опасный удар. Надо будет вставить его, наверное. Привыкать. Так надежнее просто. У меня еще риск. Это он же по истории он стрелил армору Зефирки. Лоскутик. А Лоскутик где находится? Ой, не дали ссылочку. А на словах можно где он находится? Монеты ешь. Еще один. Да щит слабый же, не трать мне его время. А какой лучше щит на 16 силы? Ой, идет. Слышу шаги. Ох ты, скотина. Он то идет, то не идет. Я не знаю, как так. И не услышишь разок? И зайдет он к тебе. Третий ярус крама огня. Если смотреть на костер, то слева. Понял, спасибо большое. Ай. Ой. Выпил. Черт. Не вижу. Ах. Ах. Третий ярус кресла. Третий ярус крыла. уже двоечку отправляемся в храм огня значит третий ярусом костра если смотреть слева до косточки не проблема не не проблема чё косточки на 500 стоит третий ярус а да там стоит один товарищу трону если вы про него вот здесь один 5 треснувших красным бога не хочет или это не он отрезавшие красные это вообще что зачем трогнуться в другой мир не он выге выге говорят видимо выше куда выше там наверху совсем никого нет там где мужик с катаной на лифте наверх да ладно там кто-то стоит ваш нет который ключ право я понял это сюда и направо не не сюда и направо сейчас добежим мы до этого места а монетка насколько увеличивает вероятность выпадения дропа из человека есть какая-то информация зефирка возродился это его последователь верно так вот она башня без лифтом на 50 или вы о башне человека с катаной а золотая на 100 50 и 100 до проход тут наверх к той башне ладно хорошо инфа про монетку в скайпе горит витям я уже побежал за ней я не знал что там просто кто-то остался стопки сходил открыл сюда наверх там была душа хранительница огня не уверен что не туда вообще блин ура и на лифт поднимись на лифте спустись ведь уже с мечом насоветовал горит гринч да нет меч то я не буду менять я хочу щит взять черного рыцаря наверх на лифте потом спустись спуститься на лифте же должен закрыться дверь я понял нету никого понятно да теперь сделать три полных оборота и скажи монетка монетка приди удачу принеси ну бас они шарят забей на щит впереди будет еще рыцарь из них возьмешь дойдешь до тупого хавала хавала я не возьму кажется он тебя в храме должен стоять ну где я должен стоять как он выглядит должен стоять он судя по всему должны там был быть а я брал левелу пилигрима кстати мог о я халявный лайвел подвесли третий уровень в храму в сторону дерева мне кажется мне кажется кто там кто-то троллит если пойдешь вполне челлендж безымянным возьмешь короче все забейте так сколько мне на следующий лайвел то нужно надо купить ключ за 20к подняться наверх зачем покупать ключ если там уже дверь открыта как 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 получилось так что дверь открыта как ты думаешь откуда у меня кольцо эстусовское сейчас левел возьмем за угли а хватит ли мне может мне уже хватает гепарик нет еще где-то пару хотя если бы я щит сменил мне бы хватило уже щит я не сменил пробегаешь выход из башни попробуй бежать мимо тройной двери тумана в угол на третьем ярусе попробуй бежать мимо третьей двери мимо тройной двери тумана в угол на третьем ярусе так там же тупик там никого не было никогда спасибо тебе друг короче забейте я не буду фармить этот щит хотя блин хочется конечно щит клевый я сбегаю еще несколько раз проверю лестнице это походу даже не было на тех я понятно ай спите он появляется после цепочки событий сначала надо освободить рыцарев башни у лифтов они умерли кстати потом в соборе глубин лоскутик тебя обманет после этого идешь в башню храме огня и снова он тебя обманет после этого появится здесь над троном сложно попробую еще два-три раза сбегать а потом пойду на босса надо же убивать босса правильно смола есть армор есть меч конечно сделать бы плюс один но большие осколки это надо в другое место идти идет 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 уже добром добром все-таки после 3 добрался все-таки после 3 удара к нему заспалил щит щит ничего это раз следующий раз не продавай монетки ей кажется в этот раз просто не находил хотя может не мог и продать а что смолой не мажешь меч да зачем а смола просто заканчивается потихонечку хотя огненную вроде можно безлимитно купить смолую намажу на боссе рычит рычит кто замечает ты не замечает непонятно добро осколок титанита живем ай забыл сейчас третий удар это два эх щит 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 там такой щит сто процентов везуха не тяжелый требований мало 60 устойчивость и неплохие средние резисты по всему остальному ну как же так и уже показали картинку этого щита я уже могу ничего с собой делать сейчас выпадет инфа два процента да а если просто перезаходите в игру и и я думаю будет в 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 в~~~ в в ох достала щит щит дальше это не считает не хотел просто что вы тоже разделили эти эмоции утраты все очень плохо что ж порог боссом возможно кстати на босс это мы возьмем вот это вот щиток он нам позволит кипарик надеть и у него резист хороших огню ты уже вкачал силу по щит надо выбивать поехали фух блин я льдовнулся что порадоваться на тебя ты нагло обмолнул мои ожидания было прикольно если ты гуфнулся еще играем dark souls при альтабе было бы классно так давайте я беру ненужную смолу две косточки есть проходим жалко блин меньше грейжем сделать бы его еще плюс ох точно я же пилюли еще могу поставить о да или или красных жуков могут помочь на второй фазе что мы помним про этого босса ну что в начале full дпс где-то 10 секунд до появления второго можно две серии короче со сторочкой сделать укатываемся исключительно в правую сторону желательно перекаты делать они принимать на блок блок это страховка твоя поехали если их двое не сражаешься поехали ну второй же пришел но я почти убил уже Ой, Васек уже пришел Хорошо Значит, Васек Добей его Не, не надо, не надо так Не рискую, не рискую, не рискую Не рискую Васек тем более справился Выпи за Васька Василий, мы с тобой! Чатик болеет за тебя Василий! Василий, не подведи Убей своего хозяина Вася, давай, давай еще удар Удар, Вася, нет! Вася! Нет! Ты будешь гореть в аду Там осталось на один удар, Господи Вася, ты должен это сделать Вася, 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 смотри, вон твой убийца Дерись! Дерись как лев Не, Вася, опять-то запинаем На-на! Так, вторая фаза Перекаты направо Зачармить оружие Переключиться на эстисе А, пилюли еще Пилюли Смола Выпил Все, полностью разбаф У меня Провожу серию И у Половина ХТ как из куста Зря потратил всю выносливость Ай На-на! Да там Знаете, удары проходят Такой маленький кусочек Отнимается Я помню, как играл Проходил с маленькой полоской ХП И без армора Это было просто То есть, один удар Половина ХП А тут как бы у тебя полосище Такая полосище Краснючая Ты жуков Обмазался жуками Надел тыкву на голову Щит у тебя с резистом против огня На всякий случай Как бы оружие заточил И все, уже совсем другой уровень Так, хорошо Черный рыцарь сложнее по итогу Ну Нет Так, жуков я выкидываю Смолу, к сожалению, тоже Хотя обычно оставлю На короткий промежуток времени Сейчас можно вкинуть еще левелом Ого Вы помните, да Какая локация открывается сейчас? Ур-ур-ур-ур-ур Подсказка Ур-ур-ур-ур-ур-ур-ур-ур-ур Или все-таки скелетная Не, скелетная Фух Скелетная это нормально Ур-ур-ур-ур Будет потом А что с Васей? Вася был отмещен Он где-то лежит Вон там вот Отправляемся в храм огня Блин, все равно Без щита черного лица Не то Там будет еще где-нибудь Ну, во-первых, я могу дождаться Когда выпадут монетки Чтобы с ними Как-то получше Может быть, найду место Где Где их попозже проще Хотя там Этих черных рыцарей Это же те самые рыцари Которые меня скидывали С этого Со стены Это вот они Вот там вот фармить будет Отлично, я чувствую Да, каждый раз я путаю Это место Согласен За 20 косарей продаем 53к Душ Я не буду фазыча уже вкидывать Надо понять Да в стойкость 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 серии Блок Тот щит ты все равно возьмешь Стойкость Раз, два, три На седьмой удар Растим зеленую шкалу Убей эту бабеху С нее Вещи и пепел выпадет Какой? Пару монет И в одной из трансляций Находил в Акации Где освобождал пироманта Я, скажете, их продал Просто и все С этим ново-рыцаря Тебе выпадает в Иритиле Где три рыцаря Смотрят на картину Хорошо, ладно Хорошо Черные рыцари В блоке Где лава Понятно Ладно, давайте К скелетам У скелетов Что вообще? У скелетов Сверхсложного Ничего нет Кроме босса В конце Главное не упасть Не попасть под Не упасть тут Не упасть Главное не упасть Начал проходить ДС Не знаешь, где можно Ищет крутой формат Такие вы тролляки Всем добрый вечер Это у нас Продолжение челленджа Прохождение без смертей И на кону В рамках текущего Даже прохождения Уже где-то Тысяч, наверное, Сорок пять Это не считая То, если я пройду В принципе За там Оставшиеся Шестьдесят Четыре Трая Или сколько там Получается Шестьдесят пять Еще Косарь евро В общем Ставки высоки На ваших глазах Зефирочка Зефирка молодец Зефирка выманивает Чтобы Чтобы этого Упыря убить Потому что там Слева лучники Еще могут люди прийти Не хочу Я здесь Здесь разок Чуть не упал Серьезно? Может Тебя просто убить, да? Хоть он нерешительный просто Осколок титанита Как только Большой кусок Найдем титанита Это он странный Он пошел Крутиться Вертеться Куда-то Бог с ним Парирует! Скелет без головы С двуручным мечом Парирует! Шок-контент Так, этот крутится Опять будет Как Рафаэл Да Походу Здесь в игре Все парируют Даже без головы Кроме меня Алмаз Диабло Поддержал Ваш канал На сумму Сто рублей Миш Да Скажи Мур-мур Мур И покажи Сердечку Камеру Три ПС И я пропустил Начат Пульсометра Не удалось Подключить Не, не удалось То есть не удалось Найти ПО Да Я в шоке Я просто в шоке Да Что с вами И так Зефирку Жарят Да Очень хорошая фраза Да вообще Я кстати сюда Ни разу не заходил Вот сколько бегал Сюда вот наверх Не заходил Вдруг тут большой осколок Титанита Душа безымянного солдата Это не ты в игру играешь Говорит Голума Игра играет в тебя Да Во многом Ты прав По крайней мере Я играю по ее правилам Так Тут ловушка Спускаемся Душа безымянного Скоро вот эти вот Ассасины пойдут Уже пошли Первый, второй Они тоже раньше С серией убивались И Притык, но хватает Все-таки Да я же блок Жал Теперь у меня в башке Стрела Так, этот здесь Пока один Двое врагов слева Еще один осколок Титанита Здесь просто пробегаем Уголь слева Но я не буду его брать Стоим Бежим Зашли Смело Подождем Из этой штуки Выпадает Косточка Эссусовская Скрытую стену пропустил Да я не хочу Там Пироманская книга Насколько я помню И Беспаковая она В общем Все Разбилась Горячая осколок кости Окей Народ поднимается Да вы издеваетесь Скелеты чемпионов Просто чемпионы Понимаете Ай в лицо Прямо Собрался Все таки Я вот смотрел на тебя Гад Два Залига Такие Один Собраться силами Не может удавить Другой замахивается По полчаса Окей Тут кольцо Которое мне не нужно Ловушка Кажется Еще будет А дальше Вроде как Что-то ценное Может быть Ловушку Обходим Если глаза Горят То поднимаются Не туда Вот это вот Ой А это плохо Потому что Здесь Сразу Два скелета И этот И И Вазочки Выпью Каян Нехило И урон Конский Конечно Еще с кровотоком А если бы начал Сражаться Мог бы и отдаться Куда я попаду Позже К К К К Ах ты Смотри 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 Да Е-мое Еще Разбивает Ого Блок Вообще Не спасает Против него Да Убей Да Убей его уже У него ХП Он перекатывается Он такой простой Что сгорел? Кое-как Ладно Пьем Наскипаю на ловушку Спасание Что-то Е-е-е Вставай Мелкие осколки падают Но Помним Что Большие Вот-вот-вот Начнут уже Системно падать Сейчас уже Начнут Ну почти сейчас Ладно Не сейчас Ну почти сейчас Щит поменять Если щит поменяю То у меня будет С балансом беда Этот щит не выношу То есть мне нужно Левел сначала Апнуть А потом менять щит Но спасибо за совет О, есть Большой осколок Станита Добро Добро Давайте тогда Я сейчас повышу Левел Как раз Поменяю щит Затачу меч Грейдану Эстус Отлично же Прекрасно Прекрасно Там опять советы Щит поменять Щит поменять Ты Миша Ты вернул нам Зефирку Спасибо Но ты же ее убьешь Изверг просто Ты возвращаешь А потом убиваешь Я не специально Честное слово Следующий Грейд будет На плюс 6 Больших осколков Так Укрепить фляжку Не то Укрепить оружие То Плюс 4 245 Бомбомбомбомбом Опять фазача Жалко конечно Качать фазача Но Может не фазача Может реально не фазача Нет фазача Михаил Потом еще лучше Доспехи пойдут Что ты с ними Делай будешь Да Теперь могу Это пищик взять Кстати Я же могу Его тоже Под Улучшить Но кажется Там баланс Не увеличивается У него И наверное Стоит Оставить титаниты Для того Чтобы 5 курсов У меня ушел Осколок титанита Плюс 1 А тут На единичку 65 Я давай Раз 66 За 6 На давай Дальше он не апается Сделал еще плюс 3 Вот это вот Фуловый Не подставь Под стрелу Мы твой крик Во второй раз Не выдержим Да Так Забыл еще Фляжку Апнуть И смолы Накупить Что смола Закончилась 10 Эстусов Эстусы Плюс 4 Скоро будет Этот огромный Скелет Который тоже Заставил меня Поволноваться И еще Заставит Судя по всему Так Куплю 4 Смолки Поехали Так Дальше Вроде как Есть возможность Отправиться После камня Направо Чтобы А что там у нас Там у нас Какое-то кольцо Валяется И много Вот этих Ассасинов Кажется Там еще Шорткат Там еще Крыса Я ради Титанитов Наверное Туда схожу Мне кажется Что там Был кусочек Титанита Еще большой Здрасте Такая тусовка Айстис Грэданул Конечно Ну из 4 же Озвучил даже Блин Так Давайте Сначала Я убью Этого Товарища Вот этого Товарища О Меч Грейжный Уже Чувствуется А Можно Довольно Точно Увидеть Гном Один Сеха Поддержал Ваш Канал На сумму 100 рублей Соточка Пришла Зефир Поддержись Мы в тебя Верим Хотя И я Очень Напас Так Крысеныш Ну дальше Будут Посложнее А Там Эти Там Колеса Слизни Сверху Падает Крысеныш Убьешь Еще При этом Ну и дальше Кажется Кольцо Ненужное А Давай-ка Я Заколю Просто Мы Значит Проще Разберем Убей Жрут Помогите Застрял Руби 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 Микалыч Выпил Это Не то Выпил Говорю Я еще одну смолу потратил Что там выпало? Щит-колесо Вот это я понимаю Связло так связло О, еще один шипованный Ладно, вернусь еще к тебе Здесь народу будет много, не хочу заряд меча терять И кольцо, которое кажется... А, кровавое кольцо карпаса Что ты там с руки еще бьешь? Ничего себе, скелеты обнаглели Кровавое кольцо карпаса Это не на перекаты ли? Увеличив невизимость переката Ценой защиты Я помню, она мне помогала босса побивать Но тогда у меня защита была Я ее не качал в принципе И умирал очень быстро 131, 108 300, 250 Сейчас посмотрю Я помню, сколько он увеличивает в плане Перекатов 130 Так он не сильно 135 там было всего лишь? Так это шимба просто Он, видимо, не в процентах уменьшает Или на очень маленький процент То есть тут на 2% снизилась защита Если я правильно понимаю Неплохо Неплохо Так, 131 было Еще разок Не понял А, при выборе кольца Наведи В виде шестоты И что? Только вес снаряги меняется А, вот Ешки-матрешки Оно Очень серьезно Уменьшает количество поглощаемого урона Процентов на 50 Вообще Но справедливость ради Оно и на 50% перекаты Делает более эффективнее Увеличивает весь приходящий урон на 15% Да ладно По цифрам другое Кто посмел, блин? Дополз Собака Нет, может быть, кстати Если 15%, то Но по цифрам получается вообще Далеко не 15 Паликснер поддержал ваш канал На сумму 100 рублей Уважаемый Михаил Народ интересуется Как глубоко вы затолкаете стрелу Сбросившую вас с обрыва Между закованных в черные латы Булок тех вышек Ну Мне бы до тут дойти А потом я уже буду так Аккуратно подходить Но если доберусь до них То, конечно, да По самой Нидерланды, как говорится Переворачиваю Жука Добиваю Жука Огненный самоцвет Это тут чувак Который может Упасть Которого можно Бэкстебнуть Блин, он Пробил меня Нет, сейчас кровопотеря будет Нельзя, нельзя, нельзя так Да я боялся Еще один удар нанести Потому что вроде как Он уже срывался вниз А мне это вообще не нужно Так, пилюля из желтых жуков Что дает? Это не под боссом Мне сейчас пилюлю подсовывает Урон от молнии нет От тьмы мне нужны пилюля Во-первых Смолу оставлю огненную Пойду, наверное, к боссу Еще нпс рядышком Да, вот пилюлю из черных жуков Дает еще Защита от тьмы Вот как раз под Под предстоящего босса Волнуюсь Волнуюсь я Что надо помнить? Надо помнить, что в первую очередь Желательно В первую очередь желательно Убить у него правый браслет Следить за тьмой Когда вот он Следить за тем, когда он Бежит от тебя Чтобы не оказаться Слишком низко Потому что там ваншот Сейчас я проверю наконец В каком месте здесь был лут Который я пропускал Ох Чертов пульс Опять начинается Я помню этого босса Я помню его движения Приблизительно Помню, как меня там Отпускали на До красных хитов Как прижимали Как бы сгущалась тьма Как я оттуда Еле живой выбирался Через косточку Не забыть мне это Да где лут-то? Он точно должен был здесь быть Левый же Левый же Нету ничего А, этот лут появляется Если у босса Забудешь его взять Понял Так Ну что, план какой? Нам нужно Несколько девайсов Поехали С Богом Пилюли сажал Начинаем с левой руки Ну с той, которая будет В общем доступна Давай сразу раз Может мне он даст тут О, даже так можно сразу сделать Хорошо Зимой заливает Давай Блин О Нет Где рука, блин? Рука низко, слышали Не надо сюда бежать, главное Ой Ой Вот, вот, вот Что ж ты, я выпил-то А не видел, что он бьет Давай еще раз заточь, как Опять заливка, что ли? Опять заливка, капец Ладно, давай Левая, левая рука Левая рука В первую очередь Левая рука Поехал Раз Два Бей Три удара нанес Достанешь? Может быть Достал Бьем Подходит Изи Пять Отлично Пять ударов, значит На каждое кольцо Изи Ну это правый Ну для кого как Я Не относительно него смотрю Фух Нормально Даже Ну скелеты не появились Я понял, что Сначала можно сразу Кольцо одно убивать Может быть даже имел смысл Бежать к левому К левой руке Вот Ну справились Справились Молодцы, ребят Молодцы Я вами горжусь Уверенно С каждым разом Все лучше и лучше Еще бы щит достать Это далеко не 20% игры Это скорее Третья игра Если считать по боссам Сейчас же у нас будет Этот Так, стоп Давай-ка мечик К демону будем спускаться Надо спускаться к демону С него много экспей Помните демона Помните мимика Ой, сейчас что будет Миша, привет, бобер Привет, одно удовольствие смотреть на тебя За тобой всем привет Психогавр, спасибо тебе Хорошо, что мне вообще очень радостно Что то, от чего я получаю удовольствие Еще нравится Другим людям Это замечательно Что можно делиться Этим всем В прошлый раз Здесь Чуть не случился гуф Потому что я по совету Чатика Сагрил Мимика И демона А надо было просто согреть Так, стоп Давай сюда Я хочу демона на скелетов Ой Так он дышит Я падаю к скелетам Он жесткий Демон жесткий Он прям жесткий У него есть Практически ваншотающие штуки Я пережил только благодаря тому Что подставил вовремя щит Так, мы ждем для начала Когда демон спустится Ребята Ну я уже просто лут беру Воу Ребята вас жарят Бегите глупцы Воу Ну после этого я должен стать Гендельфом серым В смысле белым Хотя он наоборот действовал Пойду с мимика И сберусь Надеюсь мне там души За это самое Занесут Демоны там почти уже Приговорили ребята Ха-ха Скелета нет Сзади нет Хорошо Все нет демона Экспу пожалуйста дайте Душу дали экспы Обнимашки Ну Попал Не надо так делать Захват О, перебил захват Ха-ха Тут не нужная вещь Снимать стримы по Диабло 3 Когда вы на хардкоре потели Ну Жанр совсем другой И там была еще прелесть Именно в общении и кооперативе Но Челлендж конечно это то Чего не хватает Во многих играх Пум-пум-пум-пум-пум-пум Пум-пум-пум-пум Я не помню Что Ну кажется Ничего я из этих душ Толкового сделать Для себя не смогу Можно проверить Там два меча Не, не два меча Там заклинание Если мы Поговорим про А демон Это тяжелое оружие Короче Без зазрения совести Сбагриваем Она посидела Пробую купить еще Смолки Там вся прелесть была В фарме гоблина И Скорее всего Сейчас буду Выносливость Так же закидывать Стойкость точнее Раз Два Три Почти четыре Две тысячи межган Давай Ну два косаря С шестнадцатью косарями Бегать как-то вообще Не комильфо Что можешь продать? Заклинание Мало Топоры Черные клинки Меч тьмы Который выбился Колесо одно Это не буду использовать Естественно По мелочевке Может пригодится Кстати Некоторые шлема Мантия девы Дорогая А эти доспехи Глошатая Даран Мира Тоже лесом идет Перчатки девы Такие дорогие Так Все вроде хватает Корона топовая Ну корона топовая Против проклятия Там по физухе Она вообще никакая К магу Безусловно подойдет Там резист еще хороший Но Но мне куда Так Выносливость Раз Два Три Четыре Пять Шесть Скоро на седьмой удар Через Три Четыре Лайвла Уже будет Поехали дальше Сейчас же крокодил Уже Сейчас же лотрик Будет После Вальниры Или А нет Тюрьма Как раз С клемящими Дамами Да Сейчас Будут они Ур 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 Говорить Черт Ладно Так Вот Посмотрим Куда делся Лут Который А я Его взял Когда еще В самом Начале Тебе говорили Что 25 Что 25 На 7 ударов 25 Ну да Похоже На правду Все верно 25 На 7 ударов Спасибо Давайте Пилюльки Уберу Косточек Не купил Одна Косточка Всего В запасе Это Фейл А нет Это лотрик Слушайте А где Тетки Клемящие Так И крокодил Крокодил Из него Падает Кольцо Глаз Понтифика Который мне Особо Не нужно Но мне На этом Крокодиле Лучше Потрениться Перед теми Двумя Крокодилами Потому что То кольцо Я хочу Брать Лучше Иметь Возможность Посмотреть На его Мувы Здесь Чем Ну вы Понимаете Вот и он Блин Отличный Мув Блин Ты же Видишься Вот здесь Можно Уйти Вот это Очень хорошо То есть Он пропадает На тебя И можно вернуться И он снова Появится Таким образом Надо хотя бы По это самое Да Раньше Это Сейчас Хватать будет Да Это захват У него Такой Это серия От которой Надо Уворачиваться Да Блин Что с тобой Не так Я ухожу Просто И он Видите Как Вон Лицо Стан Лочится Ух ты Не 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 Нет Выпил А Да Действительно Лицо Стан Лочится Да В лицо Стан Лочится И добивание Тоже Есть Не Ну понятно Правый глаз Понтик Мне некуда Ставить Правый глаз Хотя Вот вместо Кольцо Синим Слезным Можно поставить Потому что Я провожу Серии ударов И 15% Повышение Урона Это круто Ладно Идем Дальше Ох Впереди Много Всего Много Всего Интересного Много Всего Интересного Впереди Я как Представлю Я вспоминаю Босса Я вспоминаю Рыцари Клевые Шорткаты Так Хорошо А почему Не зарядил Давай-ка мы Эстус Это пополним Мог Еще Появился Наверное Имеет Смысл Поставить Вместо Жуков Снимает Заморозку И кажется Резист Повышает Давайте По одному Иди сюда Ну Что Это За О Хорошо Да Пожалуй Кольцо На серию Это полезная Штука Для Я Специально Блок Ушел Потому что Там Хрень Это Летела Четыре Удара Четыре Удара И Все Отлично Тут Уже Большие Титаниты Будут Валяться Не Выпадать Но Валяться А то Может И выпадают В какой-то Вероятности Я Не знаю О Перчатки Понтифика Рыцаря Не нужны У них Такие Средние Доспехи А вот Большие Осколки Титанита Нужно Подбирать Мне Нужно Было Шесть Кусков Или Или Все-таки Пять То есть Для Левела По 6 Но Вроде Как Один Еще Был Свободный Пальцев 10 Колец Можно Надеть Только Четыре Да Такая Вот Механика У игры Так Слева Пацаны Вроде Далеко Поэтому Я Смогу Сначала Разобраться С мелочи Это Первый Это Второй Так Здесь Кажется Был Лут Который Не так Хорошо Заметен Не Не Нет Я Перепутал Взрыв Ой Как Я не знаю Что через стенку Работает Ох Ты Скотина Да Вообще Какая Это Грязь Ой Сейчас Отлично Подлечился Зефирку Жарят Жарят Зефирку Да Ё-моё Не смешно Вообще Чувак Так Ты достал Меня Не Не Выпей 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 Воу Не Расслабляйся Мишенька 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 Мишулечка Как Капец Не 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 Там Сверху Стреляет Этот Тупырь И Я Видел Замак Зря Пошел Атаковать Так Ладно Там Будет Два Рыцаря На Патруле Не Знаю Я могу Их Сагрить Даже Кстати Собираясь К тому Надо Посмотреть Мать Где Где Здесь Нет Хорошо Они Кажется И не Стартует Пока Ты Не Пойдешь Не Только Не Скинь Только Не Скинь А А Надо запомнить новое движение этого упыря, что он, оказывается, тоже делает захват Вот я сколько раз его не убивал, под этот удар я не попадал под захват На таком нелепом месте можно было гуфнуться Вот если бы он меня перекинул через ограду, если, конечно, возможно. Все. До свидания, наш ласковый мишка. Возвращайся в свой сказочный лес. Просто это... Согрел, что ли? Нет. Так, слева я помню жук. Там еще проходочка, но проходочку как раз и не буду вязать. Там тоже девайса не для меня. Пойду сразу в костру. Тут еще один титанит должен валяться. Нет, душа большая. А, справа еще есть лут. Вот здесь вот он есть. Во, отлично. Вот это мне очень нужно. Те на патруле уже скоро должны были вернуться. Еще один большой осколок. Так мы на плюс 6 с вами скоро накопим. Это просто замечательно. Так, там шорткат, который я открыть пока не могу. Побежим к костру, побежим к эстусу. И... да. Сейчас кот проберет. О, я говорю. Ничего не гробнется. Ну что, продвигаемся потихоньку вперед. Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Накапать валерьянки. Угу. А? 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 Спокойно. Все будет хорошо. Волнение есть, но пока что не сверх такое серьезное. Так, нужно еще три больших осколка, чтобы получить... Евгения. Все это ловится. Скидывай просто молча, котай, и все. Так, косточку надо взять, во-первых. Еще смолы беру. Зря. Кажется, мне хватает на один левел. Да. Стойкость раз. Купи себе пульсометр, блютуз, выведенный экран и показания. Да, спасибо. Спасибо, спасибо. Поехали. Выходим сначала в тупиковую тему. Берем апгрейд для эстуса. А потом идем в... Ох, там с горящими глазами парни, помню, есть. Так, а тут два выхода. Причем наверх выход тупиковый. Куда можно даже не ходить. А направо это то, что мне нужно. Причем направо нужно сначала, опять же, сходить за эстусом, а потом уже спускаться вниз, в темень, там, где призраки находятся. Тут затаились пыри. Еще один. Давай обобрать. Пилюльки. Там тоже угасающая душа, несерьезная. Пара косточек. Самое главное, вот, горящий осколок кости. На плюс пять эстуса. Сейчас мы спускаемся в очень мрачное помещение. Кажется, сначала через псов. Псы налево. Мрак направо. Псов там трое. И мне туда, насколько я помню, не нужно. Не двое, а именно трое. Потому что третий где-то здесь, в углу ускоряя, да. Затаился. О, ржавая золотая монета. Слушайте, монетка. Это та самая монетка, с которой я смогу... Лаги, говорят. Как лаги? Лаги пошли. Опять мой интернет, что ли? Нет, не мой интернет. На премию все норм. Говорит Фибоначчи. Троляка. У меня еще сайт не открывается. Он долго загружается, видимо, как раз из-за проблем. По нашей внутренней статистике пока все ровно. Но это пока. Сейчас я к дарам позвоню. К дарам позвоню. Продолжение следует... На связи. Хорошо. Хорошо, что есть там ретрансляционные службы. Но от меня проблем не было. Вроде отпустило. Но я сейчас увидел по статистике такой отброс. Ну, в смысле, прыжок такой по статистике, что проблемные есть. Да, е-мое. Да, с ноги, с ноги, с ноги. Не уверен, что есть смысл вообще вот этих упырей всех убивать. Хотя... А что ты с ними делать-то будешь? Естественно, надо. Естественно, надо. Надо резать просто. Просто резать. Пачкану. Они опасны только если с разных сторон много людей вокруг и как бы и все. То есть еще одно... И есть еще одно опасное место, когда на тебя сверху просто падает. Враг. И жрет. Вот. А так-то в остальном... Сейчас сверху падает, кстати. Вот он. Звук поломан, говорят. Что ж такое-то, а? Не хочу перезапускать трансфер. Хотя все равно запись. Запись режется. Пошли фармить щит. Да-да-да. Я думаю, что надо сейчас как пауза будет. Просто взять и с монеткой пофармить щит. Норма все, говорят. Ну, возможно, это на других качествах. Возможно, это вообще проблема с кодировщиком была. Попал. Из-за этого как раз рассинхрон. Ну, ладно, неважно. А может рассинхрон это последствия лагов. Потому что нужно обновить. И все пропадет. Режем пока. Весьма так бодренько. Ой, да как ты выжил-то? А, это... Я его не вижу просто. Это новый. Лучше заранее делать. Есть пилюльки. Потому что... Костер очень близко. По сути. О, 5к! Ничего себе серьезным. Крокусе. ВЦГ в Крокус Экспо. Спасибо за саппорт. Особенно такой жирный. Мы в Москве, кстати, будем в конце этого месяца на двух мероприятиях. Одно от Mail.ru. С поварфейсом. Второе... Я вот не уверен, могу ли я... Говорить. Хотя, вроде, релиз уже был. А второе по Overwatch. Второе по Overwatch. Там, где ведущие Голустян были. Голустян ли? Этот, как его? Темненький, маленький, бородатый. Да, Голустян были. Вот. Так что, если вы хотите на этих мероприятиях побывать, там погуглить, посмотреть инфон, можете прийти. А где будете? Ну, первое мероприятие это в офисе Mail.ru. Они постоянно финалы, кроме одного, проводили там. Ну, думаю, что там уже все билеты проданы. Потому что не всегда все за пару дней раскопается. Теми, кто в Warface играет, там аудитория все равно огромная. А второе, я не знаю, где будет проходить, если честно. Ну, Филдик, может пора подаваться официальной комментатору Overwatch? Так, да, пока-то чего, турниров нет. Я поиграл в ней, еще поиграю. Надеюсь, там, пару-тройку дней перед мероприятием, чтобы посмотреть, что они в результате в релизе сделали. Вот. Ну, в принципе, я думаю, базовой подготовки мне хватит для того, чтобы комментировать. Ну, учитывая то, что там какое-то количество десятков, даже, скорее всего, сотен, все-таки, часов наиграл. Ну, пару сотен, наверное, часов я все-таки наиграл в Overwatch. Короче, у нас сейчас с вами есть костер, есть чекпоинт, есть возможность... Есть возможность отправиться домой и попробовать побегать к рыцарю снова за щитом. Обещано было, что ничем ОБТ по содержанию не будет отличаться от релиз-версии. Отлично. Это хорошо. В ОБТ я поиграл, но матч 30, наверное, сыграл всего лишь. Не так много. Я косточку юзал. На плюс 5 же вроде косточку я могу юзнуть. Правильно? Да. Отлично. Будет еще Росбрейн Кап? Да, будет. Росбрейн выделил средства на Росбрейн Кап. И не только на него. Далее. Сколько действует монетка? Насколько забегов мне ее хватит? Такой вопрос к знатокам. Сломайте, чтобы сильно увеличить шансы найти предметы. Ставлю монетку. За щитом, за щитом. Надо щит получить этот клевый. Не, не отсюда. И не отсюда. О, а границы цитадели. Угу. Один, два, трая. Минут на 5-10. Не, не там. Одна или две минуты, говорят. Короче, я подхожу к рыцарю, юзаю монетку. Убиваю. Потом сразу колечко. Ну, в смысле, косточка. Которая у меня есть в избытке. Жалко, конечно. Надо еще обязательно сделать смолу, чтобы побыстрее его убить. Просто побыстрее убить. Э-э-э, стоп. Стоп, ребят. Меня бэкстебнули. Упыри, которые раньше меня вообще не били. Никого здесь не стой куда оценивать. Никого вообще. Так. Убиваем сначала этого упыря. Рычащего. Я слышу его рык. Идет он, идет. Так. Он не шел, но... Я не хочу вообще испытывать судьбу. Лучше аккуратно. Так, значит, раз. Монетка два. Ой. Выпил. Сейчас. Есть. Уголь. Косточка. Последний костер. Сколько прошло? Секунд 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Монетка не провязалась? А, не провязалась, действительно. А, он перебил меня. Да хорош. Да блин, я по нему ударить просто не могу. И этот пришел. Не-не-не-не-нет. Никаких таргетов. Ниша. Управление. Застрял. Жрут меня. Пошел. 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 Выпил. Таргет. Скоты, а. Пошел. Найс. Это был захват его. Капец. Захват. Блин. Пробей. Есть. Сразу косточку. Да, дроп лучше стал. Ничего не выпало. Без монетки выпал уголь. Я не успею второй раз. Скорее всего не успею. Причем мне надо... Желательно этого убить. Иначе... Опять хаос начнется. 30 секунд, говорят. Тот бежит за мной. Бежит, бежит. Успел. Второй раз убить. Щит дай. А, да все. Статус пропал. Ладно. А, после косточки сбивается монетка. Ясненько, ясненько. Хорошо. Отправляемся. Дальнее поместье. У нас близко босс. Надо у босса будут еще рыцари. Будут большие куски титанита. И много рыцарей, кстати. Может быть туда пойти фармить? Там их три человека. Вообще этих три рыцаря, насколько я помню. Да ведь? Реально, там три рыцаря. Все по одному. Так. Хорошо. Там заради, кажется, шорткат надо было открыть. Трайя бессмертетельный. Твоя леневая жопа не хочет выбить даже щит. Но у меня есть щит. Но просто надо выбрать место еще, которое... Которым ты выбиваешь более эффективно. Да, навозные пироги обязательно надо собирать. Не знаю, зачем они нужны. М-м-м. 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 Зачищаем территорию Мне кажется, что здесь где-то лежит Как раз лутецкий Вот это, кажется, что-то ценное Может и нет Навозный пирог Блин, три куска Навозного пирога Ладно, зачистили, душ получили Кстати, неплохо душ получили Где-то пять с половиной тысяч Опачки, а этого я не помнил вообще Пепел с экскрементами Не знал, что эта штука открывается Если убить понтифика навозным пирогом С него упадет уникальный лут Что? Жуть какая Так, и где же я? Ох! Да, я как раз у рыцарей Один, второй, третий наверху Пробегая мимо лучника Можно, кстати, этого лучника Поэкспериментировать С ним Чтобы понимать Как вообще потом воевать То есть как ставить блок Заковырял Большой осколок и небесная Мне из этих товарищей Никогда не выпадало Может быть из них и не выпадает? А, это не те рыцаря, говорят Ясно Жалко, конечно, жалко Надо убивать другого Ах ты Да, у них же Зачармленное оружие Но бэкстепчик Бэкстепчик Родненький Два больших осколка Титанита Это отлично Сейчас я попробую Этого товарища Принимать на щит То есть какой Сколько урон наносит Помни Друг, я здесь Алло Вон Не попадает Ну давай сюда Не попадает Хорошо Не сильно по Ну отталкивает он Да, все равно отталкивает А если Пропустить Сильнее отталкивает Да, лучше Принимать на щит Короче его А если Противовес Идти вперед Нет, пофиг Ух ты Что, выпьем Не хочу рисковать Ой Все равно Риск был Еще два больших осколка Титанита Слева возьмем Там пушки Скорее на продажу Опять же Прогрейдим меч Точно уже Парировать стрелу Парировать стрелу Можно О, кстати У меня есть такой мув Прикольно А что дает Это, кстати С таким щитом Толчок Щитом Не ослабляя белок Ударьте врага щитом Чтобы откинуть И шеломить Работает независимо В какой руке Щит Откинуть Или ошеломить Здесь надо попрактиковать Кольцо Со львом Увеличивающие криты Молот Молот Смога И еще одно Небесное богословение Которое Надо Хорошему Поставить Поставить В Инвентарь Так Ну теперь Вопрос следующий Да Я прокачаю Один левел Это понятно Да Я Прогрыжу Меч Это тоже В общем-то Понятно Так Тут шорткат Открываем Или здесь Ой У меня здесь НПС У меня 4 фласки Фигово Не Давай лучше Домой Никак эти стрелы Не надо принимать Не на щит Никак Еще нужно Просто за километр Убивать лучников Из лука Сейфова Одна проблема Лука у меня нет Это можно исправить Еще пока не поздно Исправить Эту проблему Хотя я могу его использовать Но там штраф дикий Но перестреливаться Я с ними не смогу Да Надо сделать лук Прокачать ловкость До 14 Может тогда уж И темный меч Ты возьмешь И черный меч Раз там скейл Будет от ловкости От силы Ой Не знаю Пацаны Ну купи же арбалет Зря что его Распасал Арбалет Давайте арбалет возьмем Точно У арбалета Другие требования Кажется У арбалета На арбалет Не действует кольцо На дальность выстрела Легкий арбалет 10.8 Болтов накуплю Реально Самое сейфовое В той ситуации Было Это рыцарь Расстрелять То есть Ловкость мне Вкидываться не нужно Это тоже Хорошие новости Укрепляем оружие Соответственно Грубо Асторский 260 урона С руки Дальше Нужен обломок Титанита И сейчас Кстати можно Пойти дракона Убить Убьем дракона Как раз Арбалет Затестим И к одному Обломку Титанита Который достался Благодаря Черной бомбе И гнезду Мы получим Еще один Обломок Титанита Клево Клево Пригодится на босс Вообще пригодится Класс Так Теперь я только Уберу Надо Арбалет Сразу Грейдить Во Во Хорошая тема Да Ну там Осколки Обычные Титаниты У меня Вроде Есть Да По два Раз Два Три Большой Осколок Титанита Тратит На него Учитывая То что На меч Уже Не нужно А значит Что Значит Тоже Большое На урон Но баланс Не аплется Лук Прокачение Не буду Зачем мне лук Если у меня арбалет Рабочий 69 9 Так Я уберу Мороз Это Оставляем Что Кольцо Какое Кольцо Макс Репост Негатор Ты о чем Говоришь Вообще Типа Это Кольцо Продать Или Взять Другое Кольцо Да Можно Продать Уголь Можно Продать Душу Продать Душу Звучит Так Заклинания Ненужные Вещи Которые Использовать Не буду Длинный Лук Продам Эффективно Я все равно Его Не могу Использовать Идем Тогда В базовую Локацию С целью Отстрелить Дракона Поверим Как оно Работает Нет Нужно Еще Закинуть Статы А вот Что Закидывать Что Что Выносливость Стойкость Ты уже Почти Дошел До следующего Еще Единичкой Будет Дополнительный Удар Ближе Всего От башни Стене Наверное К нему Пробежать Возможно Да Возможно Всем добрый Вечер Я вижу Я вижу Есть зрители На трансляции Для тех Кто Недавно Присоединился Во-первых Еще раз Здрасте Продолжается Челлендж Слэш Марафон Зефирки Это Пятая Попытка Четыре Смерти Сначала Челленджа На Тысячу Евро Уже Было Про Про Фукана Я хотел Сказать Не Не Нет С пользой Проведено Конечно Ж Хорошо Что Здесь Оскол Титанит Ивич Выдропнулся Вот Сейчас Мы Подходим К Понтифику Ну Близко Понтифику Находимся Но Я Хочу Грэдануть Еще Меч Это Не Только У него В принципе Пригодится Мне Рано Не Позже Он Все Рано Грейдит А Чтобы Его Прогрейдить Нужно Получить Осколок Осколок Получается Из Дракона Который Будет Сейчас Поливать Огнем Всю Вот Эту Площадь Заве Копейщик Давайте Заберем Можем Тогда Вес Грейда Меча Придется Разбираться Увы Дальнее Поместье Переносимся До Рыцаря До Понтифика Осталось Не так Много То есть По сути Мы Сейчас Выходим Не Не Сюда Спускаемся Вниз Проходим Еще Несколько Там Зал Нет Нет Мы Выходим Сразу На Улицу Сражаемся Смпс Нет А как Я Прошел Другой Путь Был Другой Путь Видимо Из-за Того Что Я Вышел С той Страны Мне Не Обязательно Идти Хотя Тут Осколки Могут Быть Я Помню Рыцарем Им Нужно Было Это Сделать Чтобы Хорошо Что Этот Мелок И Не Успел Ударить Никто Ничего Не Успел Сделать Ай Это был удар Кстати в воздухе Повышенный урон Все дела Ой Как так Ой Как так Режем Просто Режем С ноги Еще один Большой Осколок Титанита Который Особо Не нужен Уже Куски Нужны Куски А Ты сейчас К прижигальщикам Идешь Точно Сейчас Будет Нпс С арбалетом Которого Нужно Провоцировать На дистанционную Атаку И не Сходить Сниже Ладно Я дойду Тогда до костра Потому что Костер Сразу За углом Попробую Сразиться С нпс Главное Держаться Поодолить Нему И ни в коем Случа Здесь Не сражаться Потому что Упасть Легко А вот Сражаться На этом Пятачке И держать Дистанцию Повторюсь То есть Сразу Отбегать С целью Получения Мышлен духом Убей танцовщицу В саду Короля А4 Обломка Ааа Да Ну где Этот Блин Он Он Мощный Я помню Давай Арбалетик Ставь Во Хорошо Бас В прошлый раз Было близко Он мог меня убить Слушай Ты а идея Танцовщица Может реально Убить Я посмотрю Видео свое Это не запрещено Правилами Вспомни ее движение И И пойдем убивать Чего Дамаг есть Там осколки Есть Ставишь Сделал Песем Тебе надо В тлеющем озере В пещеру Гораться И там ящерица В тлеющем озеро Ну вот Подземелье Иритила То еще Местечко Сюда пришел Чтобы уйти Плюс За танцовщицу Гоу Танцовщица Ах Танцовщица Танцовщица Так Ладно Не буду я смотреть видео Пойду так Может не надо Ну ты помнишь Все ее Ты уже забыл Все Ты ходил Ничего знает Когда Значит Это А какую смазочку Против нее Порекомендуете Угольная смола Хорошо зайдет Так Давай вспоминаю Что ты помнишь Ну естественно Боссы две фазы Первая фаза Самый опасный удар Это захват Захват Ты можешь отказываться Вообще назад Но захват Не проходит Если ты вовремя Катишься Под левую руку Там все достаточно просто Наноси удары По два По три Не больше Серию ударов Надо проводить Когда происходит Переход из одной А против нее тьма Лучше тьма Хорошо У меня есть тьма Ой да Кстати я видел Как мантич с топориком На тьму ее травил Первая фаза Что еще Размашистый удар Вокруг Своя сена Поворачивается Бьет на эту фигню Вокруг себя кольцо Это возможность Как раз Проатаковать Два-три раза Перекатившись Против часовой стрелки Взрыв Естественно От которого надо отходить Желательно В два переката Вторая фаза Жестче Вторая фаза Капец Жестко Мне не хватит Устойчивости щита Чтобы блокировать удары Точно Это для начала Можно ее разводить На дистанционные удары В частности На короткие выпады Вперед На блок Можно ударять Можно разводить ее На прыжок С последующим ударом Который можно заблочить И ударить Тоже Один-два раза Точно При переходе вертушка К моменту вертушки Ты должен находиться Либо за ее спиной С последующим перекатом Назад Тей поддержал ваш канал На сумму 100 рублей Танцуй пока Молодая Зефирку пиная Танцуй Танцуй Пока молодая Подчеркивание Царкумфлекс Так Тьма Какие удары у нее на второй фазе Жесткие удары на второй фазе Лучше отходить от большинства непонятных ударов Или заходить за спину Но не все удары блокируются за спиной Желательно, наверное, провоцировать все-таки ее на какую-то дистанционную тему То есть отступать и ждать ее ударов Ну таких, которые контрятся Типа двойного сверху После которого она долго оправляется Можно даже отступить Подойти Блин, я на танцовщице не ходил неделю И она не умирала Раз, не знаю, 150 Убивал я ее раза 3-4, наверное Даже меньше В первое прохождение И... И все Я ее убивал только один раз Блин Поехали Я могу пожалеть об этом Но мне кажется, что Знаний мне хватит Чтобы ее убить Не аркать, она убивается после трех боссов Да? Блин Точно, она сейчас не по таймингу совсем Ну я ее убивал-то в прошлый раз Дал Олдрика Без хп Ну и сколько ты ее раз убивал? Один Сколько раз умирала? 150 Трус Трус, говорит Олдрик Ч раза ты поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Приветствую Михаил Тогда Если ты хочешь вообще по хардкору Можешь еще цейроса положить За ним В темной локе взять обломок витого меча И заложить ее в уровне Получишь кусок титанита Докачаешь випонку до плюс 10 гг Чатику привет А, ну нет Короче, я думаю, что не стоит на танцовщицу идти Учитывая высокие ставки на этом трое Мне Если я пройду в этом трое То как бы там Сразу же 1040 еще сверху Поэтому Не пойду я на танцовщицу Пойду-ка я в Клот К этому Косточка всегда есть Нет, не всегда Попадешь под серию ударов Когда выносливости будет не очень много И ты оттуда уже не уйдешь То есть она с серии может снять все у меня хп Легко То есть я уверен даже, что если я поставлю блок И она проведет серию во второй фазе Я умру То есть блок снесется И хп уйдут Ну смотри, твое дело понтифик сложнее Да ладно, понтифик сложнее Ладно, бежим к понтификам Понтифика, по крайней мере, я убивал не так давно Блин Блин Да я знаю танцовщицу Я знаю ее А зачем тебе убивать? Для этих? Для кусков? Разница процентов 10 Кольцово наделал, у тебя урон такой же даже больше Ну да Забей Фух Она блочится изи Ну бас С таким счетом она не блочится Она по сюжету нужна Да, но по сюжету она идет черт знает когда в общем После третьего босса вообще И мне еще трех боссов нужно завалить А потом к ней можно идти Нужно будет идти На словах ты идеально разложил танцовщицу В чем дело-то? Ну как, в том, что я ее У нас отрицательная статистика с ней И отсутствует потребность ее сейчас убивать Острая потребность ее убивать То есть реально я к ней должен идти значительно позже Повыше по левелу И все Ты пока что ни разу не умирал на боссах, говорит Фури Еще раз повторю Я танцовщицу убивал только один раз Только один раз Траил я ее 150 Около того И если бы я пошел То есть я попробовал бы То есть как-то почекнул ее Недавно практиковался Это одно дело Но я давно с ней не встречался Понимаете? Очень давно не встречался с ней Так, а того нужно вообще будет Сейчас NPC появится уже Весьма опасный Вот он А если встретишь ее еще через два дня? Ну у меня тогда будет левел повыше Для начала Да что ж ты делаешь-то? О, он там уже С тьмой Е-мое Ты что ты там кидаешь? Что, друг? Опять ставит защиту Это не защита Но я успел хильнуться О, и щит, видимо, магический Куда ты там? Завалили НПС Дальше Псы Самые разные Стрелки Много мелочи Ну и в конце концов Выход к понтификам Понтифик у меня в прошлый раз Конечно, обескуражен Хватит 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 Не надо Будь здоровым Там их несколько еще И собакой Две собаки Не надо Не надо По носу если нет Капа нет Вот это есть Но вот нет Лучше пропить Давай пей На блок принимает Собак убивает А этот еще пришел Пупырь Давай, бесс Ладно Ладно, ладно, ладно Вот реально Вы меня почти подбили Танцовщицу убивать Почти подбили И это было бы ошибкой По крайней мере Может быть Может реально посмотреть видосик Все прохожение И забрать ее Я только вспомнил Движение в первой фазе Я ее хорошо знаю А вот во второй Она и побыстрее Вроде становится Ох По тесте Ошламляющий удар щитом Да, надо попробовать Его Забираемся наверх Там пара рыцарей будет Наверху Будет кольцо Которое не нужно Помещение С большим количеством Глазастых Вот здесь вот Врагов Можно конечно К ним забраться Сзади Тогда я лутецкий возьму Я окажусь сразу Стрелков Станит здесь Да, пожалуй так Там конечно народу Будет сейчас много А если я упаду Я разобью здесь Не, не разобьешься Половина хп потеряешь Но не разобьешься Там внизу лут я помню есть Воу Это я бэкстебнул Кого-то Чик-чик-чик Ой Выходи 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 Человек восемь Все в куче Да, да Откружили просто Уже наизу Знаешь что ли Конечно Я тут вчера бегал Только заходил снизу Сейчас наверху будет Рыцарь Один с косой Второй с копьем Насколько я помню Справа дверь Прямо по курсу Будет проход к шорткату Шорткату стоит чувак С огненным посохом И рядом с ним Лежит лут Вот с косой Товарищ Дальше должен еще Нанести А, с мечом Не с копьем Сорри Ага Удар в щит бьется Ох Это было кажется Что-то вроде репост Да Я случайно попал В тот момент Когда он уже Проводит удар И как следствие Пять хилок Хватит? Нет Не хватит Пять хилок Я пойду Открою шорткат И тут все Все будет Ого Тут двое еще мелкие Должны ли Соответственно открываем Шорткат Внизу огнем Рядом с лутом Стоящий Я помню Эту тему Неплохо Повторюсь Я тут был А, нет Здесь один Да еще Ой Согрелся один Опасно просто Там Четыре рыцаря Окей Есть экспа Прокачаем точно один левел Может быть даже на два Хватит Если души Прожмем И пойдем на понтифика А после этого Будут крокодилы Вы помните Гиганты Крокодилы Мастхэв кольцо Второе на милишника И То место Где я в прошлый раз умер Да Отправляемся домой Храм огня Там хорошо Итак Мечен Остается Кыкл с экскрементами Интересно Что за него Можно купить После него Навозный пирог На веревке Предлагают Понтифика Этим убить Корона вальнира Кольцо Хпшечки Можно взять Поменять Кольцо на урон И взять Кольцо на хп Оно кстати Хорошее Сейфовываем Да Давайте я хпшечку Возьму Страшно Аж Жуть 1300 Почти 1400 Вот Отлично Продаем Три души На 15000 Серьезной души А что по смазке Против понтифика Молния нужна Я помню А тьма на него как Или разрывное Если нет молнии нормальной То чем его лучше бить Огнем Тьмой Ну понятно что не ядом Или Кровотечение Добавить Посоветуйте Пожалуйста Разрывными Да Ух Но стойкость до 25 Точно Чтобы появился Следующий удар Кровоток Разрывными Отлично Это хорошо И вот сейчас Кстати Можно остановиться Потому что Еще не поздно Надо потом Начать качать силу И на темный меч И на скейл И вперед Там до 70 Скажем Левела Когда пойдет До 70 До 80 Мы сможем еще Вкинуть До 30 Силу Потому что стойкость Сейчас Да наверное я оставлю ХП Скейл Физическая Хватает для текущих Потребностей Стойкость Все равно не добавит Удара Сейчас будет 8 Раз Два Три Четыре Пять Семь 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 Хорошо Смолу на разрыв Ох ты господи Ты боже мой Косточки есть Эстусы есть Что мы помним Про понтифика Он блочится В первой фазе Вообще халявин Во второй фазе При переходе Надо постоянно Его демеджить Или Нет Не факт Не факт Скорее всего Отступить И сделать зарядочку Под смолу И после взрыва Сразу подойти Потому что он будет Делать своего клона Его клон Вместе с ним Сверх опасен На второй фазе Также надо стараться Держаться рядом с ними И перекатываться К тьме и молнии Сам не тестил За прям А к тьме Он уязвим Как ты финальный босса Собираешься бить Он ведь легко Слить за один раз Может У него характерный удар Только в второй фазе Он поднимает наверх Меч И тебе нужно просто отойти Просто отойти Ладно Понтифик пошел Сначала Сначала Понтифик Отправляемся Если клон отходит Далеко от Понтифик Он пропадает А Вот оно как Следим за ударами Следим за Выносливостью ХП За всем следим Первую фазу Я буду без разрыва Пробовать Без смолы Потому что Не факт Что мне хватит Привет вайпер Привет всем Сейчас будет босс Он меня дважды Доводил В два прошлых трая До До ужасного состояния Доводило меня Но Да блин Я даже этого не увидел Да Какой тебе Понтифик Тебя Бомжу убивают Ох Михаил Ладно Поехали Заходим В первой фазе Надо еще Напомнить себе Движение его Потому что Они абсолютно Идентичны Тому Что будет Во второй Блин Что ж я Это захват Не захват Выпил Удар сверху мечом Два раза Оген Да И здесь еще Второй Ага Перекаты Спасают По крайней мере Надо Смолу Нагадать да блин смола давай юсайну и зай он уже вы с этим не добил его или убил там кровоток вот нет убил он сам пришел к нему видимо телепортируется выше вызывать вызывай вызывает добиваем не добиваем вся смазка пропала надо иллюзию сначала добить пропал у меня она он появился рядом так к поесть давай к смолку два удара пропустил не 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 он жив ходишь ходишь пьешь твою шмарь пьешь два раза убивай этого убивай его не добивай не добивай ох да отбей его не надо уклоняйся есть все не по плану было короче все не по плану я вместо того чтобы при переходе фазу отойти от него и вы смазать пушку я начал его бить взорвался потом начал смазывать пушкой вижу меня хп мало он уже иллюзию выставляет капец ладно ну справились 62 62 тысячи понтифик умер да и зигу танцовщица нет нет сейчас у нас будет специальное специальное место вы его вы его быстро узнаете это место напоминает да уже что-то знакомое что-то тут а я не добиваю не успею от второго точно никак он уже исчез потрать же души непонятно во что их тратить непонятно и только правую собаку с нее кольцо а вот не факт что левая не согрится когда правая согрится то есть у меня пока по крайней мере есть план как этих псов убивать если планируешь темный то ловкость надо или нет а нет я планирую не темный я планирую этот так а что мне там нужно вообще мне нужен лут наверху диаконов убивать не обязательно нужно выманить двух нпс здесь кажется пилюля справа у леймингов но самое главное конечно это великаны и крокодилы великаны то ладно хотя в прошлый раз он тоже у меня там снес энное количество хп да не хватает урона чтобы так добивать причем предательски так не хватает вроде вроде у него хп уже и нет ну типа полностью шкала ушла а они есть кольцо с темным камнем оп по резисты живой оказался как подсказывает прав практика если испан то он не работает я должен скорее всего я попробую чтобы избежать лучников попробую их из арбалета по отстреливать найду место где даже если он попадет в меня да то я не упаду то есть какую-нибудь площадку большую там кажется в конце площадка неплохая в этом плане есть направо и там ненужный ненужный лут насколько я помню это кольцо не стоит потраченных нервов и сил почему оно дает три ключевых для меня характеристики три ключевые и хп и выносливость для этого и дает еще защиту ну то есть жизнью силу тем более я потренировался на на ящерке и в принципе по одному их убрать можно так так не надо на этих на дьяконах половину хп тратить а 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 там стрелы летят довольно медленно и рыцари не стреляют можно на упреждение можно бежать ну и мешать бежать мне не нравится знаешь почему потому что я не знаю что там то есть я проходил то не много раз и куда там сворачивать куда там бежать что мне впереди ждет я не знаю поэтому а вдруг там ждет сразу еще рыцарь например или еще два рыцаря что с ними буду делать то есть я пробежал за мной например бежит чувак с башни ну так он же там стоял один слева лучник стреляет еще кто-нибудь впереди давай нападай блин ну зачем так аркадить он уже бегает бежит с булавами ну их главное по одному быстренько забрать а не вот одному их уже не заберу я пока не забыли ну а ну первое один от нет 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 ни нет 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 ни нет нет если не попал по одному то зачем ты Все равно ты хочешь посражаться, да? Зря Зря, зря, зря По одному, по крайней мере От Нельзя Выпнул Отубил одного, хорошо Нет, не убил Че там ты зачаровываешь, скотина? Фух Есть великаны, там души, угли С великанов падают Миша, ты не поверишь, как только начал фармить щит И параллельно с тобой начал делать С учетом того, что у меня была рапира на удачу И только пять минут назад выбил этот гребаный щит Да, беда Отойди от края Я здесь не разбиваюсь Бом-бом Ну что, великан? Великан Капец Зачем он тебе? Ну, а вдруг ты встретишь его потом еще разок? Как ты будешь с ним воевать? Это не он, он тот Мне нужен Блин А че ударов так много? Понятно То есть, эту серию ударов он проводит И падает Окей Черт Пацаны, мне немножко страшно Чем ближе я к этому месту Тем опаснее Так, встает вот этот, кажется Или правый Ну, вроде как этот На удивление Что ты там собрался брать? А мало хп у него осталось После первой же серии Ради двух осколков титанит Естественно, их не стоит вообще Собирать Просто пробеги Да, 84к душ Крокодилы следующие Пацаны, следующие крокодилы уже Что? Что делать? Что делать? Непонятно Слева уже лучника можно, наверное, простреливать По крайней мере, он по мне стрелял отсюда Ой, опасно Оп, справа А, это тот, который на этой А он второй еще Я понял тебя Ага Ну, вот это мы будем снимать Зачем тебе крокодилы? Там кольцо Там кольцо, которое дает мне Три стата Ключевых моих Жизни А что ты думаешь про совет 15 Инты и инвиз? Мне инты, во-первых, сейчас 9 Вообще Жесть какая Просто меня копьё унижает Полностью А инвиз хорошая штука Слушайте, реально Может быть я пробегу просто? Инвиз в принципе Меня может спасти Очень часто Может спасать жизнь Интеллект 8 Раз, два, три Нет, это не очень Можно взять кольцо на 5 плюс 5 инты А где оно? А, у меня может быть оно и есть Хотя нет, вроде нет Длительность заклинаний Поглощение Поглощения нет На скорость я помню в болотах Опять же кольцо Но я его даже не брал Фух У меня уже начинают руки дрожать Так, понтифик мне тоже не нужен Инвиз тебе еще нужен будет на драконию безымянного Да, кстати Он там поможет Чтобы мне он этим дыханием не скинул Слушайте, а может реально Инвиз Там есть еще же пара полезных Пара полезных Заклинаний Типа шпиона Сто на тысячу Вообще я могу заменить кольцо хп Все-таки На инту Могу То есть у меня есть еще вакантное одно кольцо Правда, если я пойду к змеям То надо будет отказываться Скорее всего от эстасовского кольца Вот Но тогда у меня будет инта Я смогу использовать заклинания Это новый уровень А, у меня же даже ячейки заклинаний нет Нет, забейте Это не там У меня же характеристики как у воина Я даже ни одного заклинания выучить не могу Да, ученость у меня 6 4 нужно очка вкинуть в ученых Чтобы выучиться на заклинания Капец Только хп прокачает до 30 Зачем там уже кап идет Хп докачает до 30 Кап же за 27 Прибавляется в 3 раза меньше И мне сейчас оно все равно не поможет Если я упаду, то я упаду Про кольцо говорит Витя в скайпе Давайте посмотрим, что пишет скайп Кольцо учено Да толку у нас А, да, узнаю его Узнаю Ну, оно аналогично кольцу По ловкости Кольцо на ячейке Нет, а мы же у меня колец не хватит Колец не хватит Кольцо на ячейке Возьми, не качай ты ученость В смысле? Тогда мне придется 2 кольца убирать у себя Текущих Что, мастхев кольцом для милишника Или хавала? Хотя нет, эстусы и этого Тогда и третье кольцо не беру Которое в силах из-за чей и прочее Блин С одной стороны Наличие инвиза Открывает Я не знаю, правда, как он работает, если честно Ни разу не пользовался Может, там есть какие-то ограничения Точно есть ограничения, естественно, по количеству маны Но это ладно Скорость каста, наверное, будет такая Так себе Если ты в инвизе, зачем тебе остальные кольца? То есть вы предлагаете туда-туда переключать То есть мне нужно 2 кольца, да? Одно на ячейку, другое на эту Для того, чтобы в опасный момент И когда подходит, пробежать просто Это опасный момент На самом деле, я сейчас попробую просто Попробую просто Рыцарь же не спаунятся Или спаунятся? Спаунятся, скорее всего Те спаунятся Я попробую расстрелять сейчас с арбалетом Этих упырей Инвиз не абсолютный, но ближе подойти поможет Мне надо подальше отходить Так, что мне сейчас может помочь? На этих лучниках, на этих крышах ХП не поможет, стойкость не поможет Ничего не поможет Вот в данном конкретном случае Ты либо убеждаешься в том, что... А крокодила? Будешь крокодила бить? Хочу Может сначала отдашься, ну, в смысле Сразишься с крокодилами? У крокодилов, кажется, с огнем проблемы Надо метчик на Убленную смолу Но на крокодилов хорошо бы вкачать Ту же самую выносливость, если я решу С ней ходить Ну, если я решу Дальше прокачиваться Это абсолютный инвиз Тебя не видно с двух метров Работает 30 секунд Очень круто Арболит вообще достает на такое расстояние? Хороший вопрос Может вообще имеет Имеет смысл вкачать Может не достает, кстати Ладно Поехали на крокодилов Без трат душ Пока не будем Капец Что ты помнишь про крокодилов? Они жесткие С двумя сражаться ты не сможешь В любом случае Тебе нужно следить за движениями За укусами Бить предпочтительно в голову По голове Если бить То То да Ладно Пробегаем О, лут забыл Сейчас опасный момент Я просто не знаю Что там Как там Наверняка можно пробежать Просто Мимо этих лучников С луками дракона Бороса Насколько я помню Там народу прилично дальше То есть там Точно два рыцаря Один слева Другой где-то рядышком подходит Эй, тихо Да Удачно крокодилов Спасибо, пацаны Спасибо Крокодилы жесткие Что мы помним про крокодилов? На средней дистанции Он делает вот это вот дыхание свое То есть ты Это один из редких моментов Когда он так делает Главное уворачиваясь Когда он открывает пасть И бежит на себя Это сразу Минус две трети хп И жесть Ладно Пускаемся Может реально начать С правого крокодила Убить его На втором не рисковать В общем Сейчас я посмотрю На сколько они удалены Друг от дружки Не шибко, блин Он может меня заметить Да, может Черт, блин Так я вообще Я сейчас конкретно суп Вот-вот Говорю как есть Просто Просто конкретно Есть урон Ой, как больно ему 200 200 урона Он идет Так Смазка Паргер Ой, попал Вот хороший момент И выпей еще разок Выпей, выпей, выпей Выпей Выпей, Миша Выпей Нет, нет, нет Вот сейчас будет хватать О, хорошо Добивай, упыря Ой Ой, это удар Такой довольно мощный Тоже 2 трети хп сносит Так, хорошо Справился с одной Ну и со второй будет попроще Потому что ты знаешь, что да Смолой еще разок Проходимся Все, давай Сейчас Сейчас уже попроще Но все равно аккуратно Вот это хороший момент Вот это хороший момент Добей Добей Хорош 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 Кольцо Кольцо добавляет Нагрузочку Полезную Хп Выносливость У меня уже 66 при фуловом доспехе Можно даже арбалет взять Вторым Не, нельзя Ох Ну я часть ударов неизменно пропускаю Блин Конечно Проблема Не упади только сейчас В том-то и дело Что Понимаешь Я не знаю Как не упасть Гарб поддержал ваш канал На сумму 300 рублей Не ссы Все по плану 125 тысяч душ Кольца шикарные Хавала Мастхев кольцо на милишника Отличное кольцо благосклонности Здоровье Счастье Все у нас есть Я в город точно Надо душ наверное сбагрить И опять же Поднять вопросы в инвизе Может реально пойти Выбить эти два кольца несчастных На пять на инту и на ячейку Поставить кольца Купить заклинание И спокойно пробежать мимо Не ну ты попробуй сначала так Не трать, а душ соответственно Давай, давай Ой понеслась Миша, 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 Миша Ошибка, ошибка, ошибка Слушайте Вот в такие моменты Она тупо трансляцию заканчивает Чтобы Чтобы не это самое Ни в коем случае Под конец Зефирочка Зефирочка пятая Прошу тебя Не упади сейчас Не упади Вы не представляете Как я рад был сейчас Услышать свою жену Она очень просит Чтобы мы закончили На сегодня Вот Это значит Что я сегодня не умру Это очень хорошо для компенсации где-то кратки это кратка будет давай кота сюда кота давай быстрее сюда что мрд давай на съемки все код давай умрите все спасибо еще раз что смотрели завтра будет продолжение приходите приходите бобры